коллеги добрый день рад приветствовать всех на нашем вебинаре сегодня будем говорить про интернет-магазины продолжает цикл вебинаров посвященных битрикс управления сайтом о том какие должны быть интернет-магазины как правильно настраивать как правильно ими управлять какие инструменты дает наша платформа для того чтобы ваш интернет-магазин был эффективным и успешным сегодня у нас второй вебинар посвящен этой теме и в основном мы будем говорить про инструменты маркетинговые хотя начну я с простых вещей с оперативного управления интернет-магазином я покажу как работать с заказами что мы заказах знаем как управляем доставкой оплатой и так далее и так далее так далее после того как я закончу рассказывать про битрикс управление сайтом к нам присоединится наш коллега андрей хохловский управляющий партнер интернет маркетингового агентства first top он расскажет живые реальные кейсы о продающих эффективных интернет-магазинах что должно быть в интернет-магазине чтобы он был хорошим чтобы он денег приносил основная задача интернет-магазина как мы все с вами понимаем у вас вам доступна возможность задавать вопросы прямо в процессе вебинара я их буду видеть и соответственно либо в процессе самого вебинара буду отвечать если увижу что подходит прямо сейчас вот по теме либо в конце после того как мы расскажем все что мы хотели до вас внести и чем хотели с вами поделиться мы пробежимся по вопросам на большую часть постараемся ответить если тайминг нам позволит стараемся сильно вас не задерживать чтобы вы могли сразу просто брать и бежать заниматься своими интернет-магазинами начну показывать чтобы продемонстрировать собственно внутреннюю часть битрикс управление сайтом есть такая прекрасная штука как лаборатория наша онлайн лаборатория который можно завести себе интернет-магазин ну не только в общем любой сайт на платформе вообще ничего не устанавливает вот собственно я сейчас это именно и сделаю я себе заведу сайтик он будет жить в течение трех часов этого хватит вполне для нашей демонстрации для того чтобы попробовать какие-то вещи давайте придумаем сложный пароль административный и создадим демо сайт по сути прямо сейчас разворачивается площадка на хостинге куда устанавливается битрикс управление сайтом вся платформа и запас должен запуститься мастер установки сайта вот он собственно уже есть создан он по адресу как видите битрикс лаб точка ру мы туда заходим и сейчас быстренько себе прям в несколько кликов заведем готовый интернет магазин сделанный на базе а готового решения входящего в продажу так называется интернет магазин мы уже находимся внутри битрикс управления сайтом сейчас будем ставить готовое решение как все идет я люблю красную цветовую гамму вы видите что на втором шаге создания интернет магазин можно выбрать цветовую гамму то есть по сути внутри продукта как платформа есть готовый интернет магазин уже достаточно современный талонный такой который умеет ну практически все что требуется от интернет магазина современного адаптивную верстку умный фильтр управления много ну то иерархическим каталогом товаров то есть все что мы ждем все к чему мы привыкли глядя на мощных игроков рынка типа эльдорадо по сути в этом эталонном интернет магазине уже реализовано мы его просто ставим вот прям сейчас разворачиваем выбираем подходящую цветовую гамму ну и стандартных их здесь вот 5 я выбрал красную можно подобрать цветовую гамму который ближе к вашим фирменным цветам дальше заполняется базовая информация об интернет-магазине логотип часы работы и так далее ну мы скажем что у нас интернет магазин одежды датированные семнадцатым годом мобильное приложение кстати говоря сразу можно привязать к интернет-магазину единственно что его потребуется конечно отдельно прорабатывать мы сейчас не будем этого делать отключим складской учет для простоты чтобы сейчас не заморачиваться во время демонстрации с остатками товаров ну вот какие-то данные нам предлагается внести которые конечно же вы должны вносить свои в том числе банковские реквизиты для того чтобы интернет-магазин мог сразу платежки генерировать подключаем типы плательщиков предположим что нашими клиентами являются как физические так и юридические лица базово нам предлагают несколько форм несколько способов оплаты начиная с наличных для курьера и заканчивая безналичным расчетом банковским несколько служб доставки их на самом деле вы можете выбирать сами уже потом подключать после развертывания магазина подключать из нашего маркетплейса там насколько я помню сейчас около 80 различных систем платежных и столько же наверное служб доставки то есть фактически нет ни одной службы доставки ни одного платежного инструмента который сейчас в интернете присутствует который не был бы интегрирован с битрикс управления сайтом вы можете на сто процентов быть уверены что какой бы хитрый платежную систему вы не придумали интегрировать ее в интернет-магазин и реально и может быть даже есть готовая интеграция уже marketplace на поставить настроить саму связи все будет работать саму происходит настройка интернет-магазина то есть сейчас наш интернет-магазин прям вот разворачивается хитрым автоматическим образом видите ничего сложного нет для того чтобы создать прототип интернет-магазина реально нужно полчаса ну мы сейчас конечно имеем дело с подготовленным хостингом на котором уже развернут дистрибутив фактически только запускаем сам мастер в реальности если вы ходите сами выбираете вам еще потребуется дистрибутив туда закачивать но все равно все эти шаги они вполне там полчаса в час уложатся и вот у вас уже готов интернет-магазин с каталогом пардон я отключу телефончик чтобы нам не мешал эталон интернет-магазин одежды который мы сделали в качестве примера и который может быть использован для дальнейших доработок под разной предметной области содержит весь базовый функционал витрину новинки можно например походить посмотреть а что у нас есть еще тапочки к примеру удобные в правой части вы видите есть так называемый умный фильтр который позволяет ну фактически пользовательскую фильтрацию делать по всем тем свойствам своих товаров которые вы сами придумаете ну когда мы говорим про одежду понятно что ключевым ключевыми параметрами является размер и цвет поскольку у тех демонстрационных товаров которые мы в этом интернет-магазине вставили мы эти свойства и придумали то вот они проявляются в нашем умном фильтре сразу можно выбрать и увидеть что например синий цвет 36 размер у нас есть только одни тапочки и все это делается без перезагрузки страницы ну ровно так как мы привыкли делать в нормальных интернет-магазинах крупных вальдорадо им видео в адрес и прочих вот этот весь функционал фактически дается вам уже в готовом виде про него не надо но сегодня мы наверное будем больше говорить не о внешней части сайта о тех инструментах которые у нас доступны внутри в административном разделе и начнем мы самого главного заказ переходим в административную панель в административный раздел нам кстати предлагают выключить авторизацию по битрикс24 сейчас мы этого делать не будем но про битрикс24 сегодня наверное поговорим если успеем если время позволит поговорим о том как использовать битрикс24 crm для того чтобы доводить заказа до конца чтобы не терять входящие заявки ну начнем с магазина и так обратите внимание у нас есть раздел который целиком и полностью посвящен управлению интернет-магазина ну так и называется этот раздел магазин и ключевым для нас пунктом сейчас по крайней мере является раздел заказы которых мы видим ну фактически те заказы которые через интернет-магазин делались во всех статусах оплаченные неоплаченные доставленные зависимости от того какие схемы вы придумаете потому что может быть ваш заказ требует отдельного статуса сборки например все зависит от вашего производства в общем процесс поскольку мы развернули демонстрационный магазин он уже содержит некоторую часть заранее сгенерированных заказов чтобы на них можно было посмотреть как именно заказами мы можем управляться ну давайте откроем любой любой последний номер 5 заказ что мы здесь видим эту информацию будут видеть менеджеры по продажам которые непосредственно будут решать вопросы оперативной работы с клиентами то есть звонит клиент по телефону говорит я вот сделал заказ номер 5 а что там с ним менеджер по продажам нашел этот заказ номер пять открывает и смотрит а что же собственно с ним ну прежде всего он видит базовую информацию о том что заказом творится видит что он находится в статусе принят ожидается оплата то есть клиент создал заказ он накидал каких-то вещей в корзину сформировал заказ но еще пока его не оплатил по каким-то причинам может быть он выбрал вариант оплаты курьеру в таком случае пока доставка не произойдет естественно никаких денег не будет и статус останется принято ожидается оплата но самое главное краткую информацию самую важную мы сразу вам как владельцу магазина как менеджер по продажам даем мы говорим кто клиент как с ним связаться на какую стоимость заказ в каком статусе заказ находится чтобы вы понимали что дальше с ним делать какую форму оплаты выбрал клиент и какую службу доставкам выбрал чтобы понимали что дальше с этим заказом делать на вашей стороне ждать ли денег от клиента или направлять заказ на сборку чтобы его отвозили у вас есть вся информация для того чтобы этим заказом управлять если нужны подробности а мы идем дальше ну во первых мы можем здесь прям поменять а статус заказа то есть ну например мы должны сегодня обработать несколько заказов которые приняты и которых нужно отдать на правку логистическую компании мы соответственно эти заказы по одному открываем и фактически меняем у них статус передавая нужную информацию в службу доставки или менеджер на той стороне сообщаемую нужную информацию что ему вести и куда дальше у нас есть полная подробная информация о клиенте со всеми теми информационными полями которые мы сами для своего интернет-магазина придумываем здесь дан пример но такой базовый что нам нужно знать о клиенте как его зовут как с ним связаться ну и тип плательщика для нас является важной характеристикой потому что от этого будет зависеть доступная для него форма оплаты на самом деле вы вот эти свойства можете придумывать ну не придумывать а настраивать сами для себя исходя из того а как вы доставляете как вы продаете ну например вы занимаетесь доставкой пиццы и знаете что ваши курьеры все поголовно боятся высоты поэтому если клиент живет на этаже выше чем 13 то вы туда доставлять не будете и вы им позвонить скажете нет не получите вы нашу пиццу приезжайте забирайте ее сами что для этого нужно сделать мы берем и добавляем соответствующие свойства у нас в интернет-магазине есть настроечки свойства заказа с полным перечнем тех свойств которые были сформированы для этого демонстрационного интернет-магазина ну давайте добавим для физического лица какое-нибудь новое свойство а именно этаж это поле у нас входит в профиль опция позволяет группировать свойства именно так чтобы они относились информации о клиенте не о заказе а непосредственно клиенте мы знаем клиент живет у нас на каком-то там тоже ну и давайте мы его сделаем обязательным дефолтовое значение у нас будет единица предполагаем что все живут на первом этаже и хи-хи-хи-хи и максимальная длина строки нас не интересует это у нас будет число они строка соответственно это позволит нам вот даже сформировать то самое максимальное значение мы говорим что у нас максимальное значение 13 сохраняем теперь при оформлении заказа у любого пользователя мы будем спрашивать на каком же этаже он живет и эта информация у нас будет видна непосредственно в заказах там же где мы смотрели данные сделаны в демонстрационном магазине ну то есть вот здесь давайте проверим этот момент чтобы мы точно увидели что это работает сейчас сделаем вид что мы некий посетитель для этого переключимся в анонимном режиме браузера публичную часть магазина и сделаем какой-нибудь заказ ну какой можно заказ сделать например купить чудесное нижнее белье не видно на картинке но синего цвета мы положили в корзину оформляем заказ магазин про нас ничего не знает мы являемся для него анонимным посетителем поэтому фактически мы сейчас пройдем через все шаги оформление заказа выберем наш адрес живем и конечно же в москве где же нам еще жить выбираем службу доставки курьером форму оплаты давайте наличный курьеру мы сделаем будем мы сидоров петр с неизвестным емейлом и вот таким богатым телефоном и скажем например что мы на пятнадцатом этаже аха скажет нам битрикс управление сайтом максимальный этаж куда мы доставляем 13 окей будем ждать доставку на тринадцатом этаже вписываем адрес даем какие-то комментарии если они нам нужны о том что пиццу нам нужно привести обязательно холодный потому что мы так любим и так далее так далее заказ сформирован вот сейчас он уже фактически доступен нам как администратор магазина в административном разделе переключаемся туда возвращаемся в список заказов и что же мы здесь видим а здесь мы видим заказ номер 6 от петра сидорова который принят и по которому ожидается оплата и теперь если мы посмотрим данные для доставки то вот он наш 13 этаж уже виден в заказе понятно что в старых заказах 13 этаж не появится потому что пользователь туда эту информацию не вносил но во всех новых как только мы это свойство внесли и сделали доступным активным фактически во всех новых заказах этаж у нас будет присутствовать для чего это делается вы действительно можете настраивать интернет-магазин под свою предметную область добавлять те параметры заказа которые непосредственно влияют на стоимость заказа на стоимость доставки например и на возможность выполнить этот заказ ну чаще всего такие вещи важны при доставке мебели например когда вы понимаете что без лифта вашим грузом придется тащить всю эту мебель вручную это будет стоить дороже и так далее так далее вы набираете эти самые параметры в виде свойства заказа пользователь сразу указывает и вы точно знаете как на своей стороне рассчитать стоимость заказа стоимость доставки идем дальше что мы еще знаем про заказ дальше у нас идет информация об отгрузке чаще всего конечно один заказ это одна отгрузка но битрикс управление сайтом позволяет управлять этим гибко никто не мешает вам предложить своим пользователям бизнес логику когда один и тот же заказ можно разбить например на несколько доставок ну если например вы практически мелким оптом торгуете то это вполне себе интересная схема когда человек оплатил целую кучу одежки потом говорит вот этот мне надо срочно доставить экспресс доставкой прямо завтра вот эту часть заказа а вот этот спокойно доедет почта россии к лету никто не мешает этот заказ именно так и разбить допустим мы сейчас видим что у нас есть доставка даже мы можем наверное посмотреть поподробнее что у нас мы знаем про эту доставку что мы заказали нижнее белье розовое смущение одна штука ну это мы наверное доставку не разобьем а вот если мы возьмем и изменим заказ предположим клиент там позвонил сказал вот я только застил заказ номер 6 но я совсем забыл что мне нужно там еще еще одни трусы нужны давайте мы возьмем и это товар к заказу добавим ну захотелось нам купить каких-нибудь штанов вот сейчас мы эмулируем практически разговор с клиентом по телефону так чуть у нас не разворачивается как будто бы я менеджер и я сейчас разговариваю с клиентом году мне нужны штаны полосатый рейс да не вопрос какого размера вам нужны штаны полосатый рейс да вот 42 например окей мы их выбрали фактически они у нас уже сейчас попали в наш заказ мы можем уточнить размер и цвет еще раз ну пусть вот они такие у нас будут и даже например мы их купим 2 пар сохраняем заказ у нас поменялся теперь несмотря на то что доставка у нас была одна и предполагать что она у нас была одна мы можем этим делом порули обратите внимание значит что текущая наша доставочка отгрузка пардон она в себя включает все давайте мы из нее наши штаны удалим и добавим наши штаны другую отгрузку я нажал сохранить нет не нажал добавляем отгрузочку видим те самые еще пока не отгружены никуда штаны ну собственно меняем статус что у нас находится в комплектации что служба доставки например у нас самовывоз в зависимости от того какой службы доставки для именно этой отгрузки мы выберем будет доступны и различные свойства службы доставки разная стоимость и так далее так далее мы ее сохраняем что фактически происходит сейчас у нашего заказа две отгрузки мы разбили наш заказ на частичную отгрузку разными службами доставки можем фиксировать даже разные даты доставки аналогичная история у нас с информацией по оплатам мы оплату заказа тоже можем разбить на части ну например человек частично хочет оплатить с карты в онлайне заранее в виде авансового платежа оставшиеся деньги отдать курьеру по факту доставки мы легко можем ему такой сервис предоставить все то же самое мы берем удаляем например текущую оплату и разбиваем нашу сумму на две части например 3000 мы хотим чтобы клиент оплатил нам через банковскую карту и соответственно он получит соответствующую ссылочку на эту оплату а оставшиеся деньги мы хотим чтобы он передал курьеру добавляем оплату обратите внимание система сама нам предлагает оставшиеся деньги то есть нам не надо подсматривать его в заказ для этого когда мы разбираем наличный курьер сохраняем и эта же информация видна в краткой справке по заказу мы видим что у заказа есть две части которые надо отдельно доставлять доставки и мы видим что оплата заказа тоже разбита на две части частично клиент хочет оплатить по карте частично хочет оплатить наличными курьеру у каждой вот этой частичной оплаты свой статус то есть мы всегда видим что по карте например человек уже оплатил а курьеру еще денег не отдал ну и наоборот или мы видим что штаны полосатый рейс мы уже доставили а вот с бельем вышла какая-то задержка нужно с ней разбираться вся эта информация в карточке о заказе в детальной информации о заказе она вся есть вы всегда ее можете увидеть очень легко очень удобно со всеми подробностями включая конечно же состав заказа вы можете всегда посмотреть а что там было заказано со всеми свойствами которые непосредственно влияют на стоимость изменить эти товары вы можете добавить что-то удалить то есть пока вы еще не получили денег например и пока еще не доставили вы всегда можете общаясь по телефону с клиентом в онлайн чате вносить изменения в этот заказ чтобы сформировать именно то за что он будет готов платить денег вот такая базовая вещь но на самом деле полностью закрывающая практически все кейсы работы с заказами вот они в карточке видны то же самое касается работы со списками заказов когда у вас заказов много мы надеемся что у вас будет много заказов потому что ради этого собственный интернет магазин запускается мы даем вам инструменты по выбору заказов для того чтобы вы понимали с чем именно сейчас вы будете работать есть так называемые фильтры причем мы даем несколько предустановленных заранее настроенных фильтров под стандартные кейсы работы интернет магазина ну например вы можете быстренько отобрать приоритетные заказы то есть те которые фактически превышают средний чек ну например мы сейчас здесь возьмем и скажем что для нас интересны заказы которые приняты и стоимость которых от 3000 рублей у нас таких заказов один Петр Сидоров со своими полосатыми штанами серьезно поднял наш средний чек в интернет магазине мы выбрали эти заказы можем сделать например по ним рассылку про ссылку я буду рассказывать чуть позже мы выбрали эти заказы и начинаем работать в первую очередь с ними потому что для нас это более важные клиенты они хотят заплатить нам больше денег когда у нас 100 заказов висит в течение дня так или иначе приоритетность приходится определять обрабатывать все подряды заказы возможно не самая хорошая идея может быть хорошая решать вам мы вам даем инструмент как вы будете делать бизнес вы решаете сами аналогично можно отобрать например только оплаченные заказы чтобы понять а какие заказы передать службу доставки для того чтобы их уже отвезли клиентам есть такой фильтр который называется подвисшие это заказы которые были оформлены но которые не были оплачены и соответственно над ними нужно поработать чтобы попихать клиента к тому чтобы он вам денег дал в принципе очень простой он принят ожидается у него оплата и дата формирования ну допустим поскольку интернет магазин у нас демонстрационный сейчас все заказы помещены 6 числом но представим что сегодня четверг и мы хотим четверг увидеть подвисшие заказы вот собственно мы говорим что дай нам все заказы которые были сформированы раньше 8 числа и у которых статус принято ожидается оплата опа нету таких а вот так забавно а где все вот наши все заказы а сегодня же 13 число господи я на самом деле подотстал с 15 давайте вот они наши подвисшие заказы которые приняты которых ожидается оплата но которые еще мы не доставляли вы можете настроить фильтры что самое прекрасное во всем этом под себя ну например давайте сделаем фильтр веселые заказы и веселенькими у нас будут считаться заказы сейчас я показываю список доступных для фильтра свойств мы например можем отфильтровать заказы в которых присутствует определенная группа товаров давайте давайте мы посмотрим где у нас где у нас где у нас купон служба доставки так не вижу еще раз внимательно отгружен проблемы с заказом e-mail группа пользователей внешний код товара ну окей давайте сейчас не будем с этим заморачиваться хотя наверное по внешнему коду товара я как вчера делал сам для себя а вот код товара в заказе господи тяжелое утро холодно код товара в заказе давайте мы возьмем и скажем что вот все что у нас с группой товаров нижнее белье будет считаться у нас веселеньким ап не попал нам нужно код товара конкретный ну допустим допустим вот тот самый веселенький так 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 и так вот находим теперь в веселенькие заказы у нас попал тот самый заказ номер 6 петра сидорова по той простой причине что он себе таки купил нижнее белье с Ее розовость смущения. Еще раз, фильтры нужны для того, чтобы вы могли формировать какие-то приоритетные очереди по обработке. Или, например, быстро по одному клику отбирать проблемные заказы. Те, по которым нужно принимать какое-то решение, делать какие-то действия. Чтобы не приходилось вам вручную просматривать сотни тысяч заказов, листая вот этот самый список. Вы можете заранее для себя по ряду критериев настроить выборку. И дальше вы просто нажимаете одну кнопочку «Найти». Больше вам ничего для этого делать не нужно. Вы сразу получите тот срез, который вам нужен для дальнейшей работы. Очень удобная история. Помогает серьезно сэкономить трудозатраты на оперативной ежедневной работе. То же самое касается работы с клиентами. Мы сейчас смотрели интернет-магазин из разреза заказов. Но мы понимаем, что один и тот же клиент может делать несколько заказов. Поэтому список заказов и список клиентов – это, в общем-то, разные вещи. Но у нас есть такой специальный раздел, который называется «Покупатели». И базовое, что мы можем там увидеть, это действительно список клиентов. Причем не просто список клиентов, а список клиентов, который дает вам срез о том, насколько эти клиенты для вас важны. Ну, поскольку интернет-магазин демонстрационный и клиентов-то у нас тут особо, в общем-то, и нет. Одного из них я при вас создал. Мы видим, что наш список заключается в двух элементах. Покупатели Bittrex Labs, которого три оплаченных заказа на сумму почти 17 тысяч рублей. И Петя Сидоров, который пока еще вообще нам денег не дал. Но в списке покупателей уже присутствует. Здесь существует аналогичная возможность с фильтрацией. С фильтрацией, я бы даже сказал, сортировкой. Если мы сейчас зайдем в настройки вот этого фильтра… Нет, не зайдем. Мы и так видим, что на самом деле заказы у нас отсортированы по сумме оплаченных заказов. Это позволяет нам наверх выкинуть тех клиентов, которые денег нам дали больше. Фильтр «Новые покупатели», соответственно, выбирает нам тех пользователей, которые только-только появились в нашем магазине. Может быть, мы захотим какое-то спецпредложение сделать, какую-то рассылочку отправить. Так же, как и в случае с фильтрами в заказах, вы можете здесь создавать свои фильтры под те критерии, под те задачи, которые вам необходимы, под то, как вы представляете, что вы будете работать с вашими клиентами. Выучившись на фильтре заказов, вы сможете этими фильтрами пользоваться в битрикс-управлении сайтом в дальнейшем везде, потому что вот этот способ создания фильтров, сам принцип фильтрации элементов, он распространяется на все инструменты, в которых, как или иначе, присутствуют списки каких-либо элементов. Заказы, товары в каталоге, клиенты, службы доставки и так далее, и так далее. Хочу обратить ваше внимание на очень важную штуку, которая называется брошенные корзины пользователей. Что это такое? Это инструмент, который позволяет вам увидеть, что клиенты чего-то набрали в корзину, но до оформления заказа не дошли по каким-то причинам. Это крайне важная информация, особенно потому, что много брошенных корзин создают даже зарегистрированные пользователи. То есть те, которые совершали у вас какие-то покупки, потом пришли второй раз, что-то начали выбирать, но что-то им помешало. Их могли отвлечь, они могли отложить покупку по финансовым каким-то причинам. Или просто они вот начали набирать, не нашли какой-то еще один нужный им товар, решили подождать, пока он появится, корзина у вас осталась. И забыли потом про нее благополучно. Для вас это фактически упущенная выгода, с которой нужно работать. Давайте еще раз покажем, ну точнее не еще раз, покажем, как это работает в реальности. Откроем еще раз анонимную закладочку. Сделаем вид, что мы покупатель. Все тот же самый, может быть даже Петр Сидоров, нас, кстати, опознали. И купим себе маечку. Размера какого-нибудь. Excel. Ок. Нет, не положил я. Переходим в корзинку. Что-то у нас начало подтормаживать. Я надеюсь, со звуком никаких проблем из-за этого не возникло. Подождем немножечко. Вот мы видим ту самую корзину, которую пользователь сам для себя собрал. И вот предположим, что дальше ничего не происходит. Он не идет в оформление заказа. Закрываем наш браузер. Пользователь ушел. Боже мой, какое несчастье. Но если мы обновим страничку со списком брошенных корзин, то мы вот эту брошенную корзину увидим. Мы видим, что человек туда положил. Мы видим, кто он. Если, конечно, был зарегистрированный пользователь. Понятно, что когда речь идет об анонимных клиентах, которые еще не зарегистрировались на сайте, не совершали покупки. Ну, наверное, достучаться до них вы не сможете. Хотя есть инструменты, которые позволяют хоть какие-то контакты с пользователем собрать в процессе того, как они по сайту ходят. Ну, например, вы им предлагаете скидочку в 5%, если они оставят свой e-mail адрес. И в тот момент, когда они эту форму заполняют, вы на самом деле регистрируете его в качестве пользователя в битрикс-управлении сайтом. Для чего? Чтобы все брошенные его корзины и дальнейшие заказы уже были не анонимны, они были привязаны вот к этому e-mail адресу. Для чего? Для того, чтобы когда вы видите эти брошенные корзины, вы могли их обрабатывать. Из личной практики был кейс с компанией, которая занимается косметикой очень неплохо на федеральном уровне, скажем так. Они не занимались анализом брошенных корзин. В качестве эксперимента мы посмотрели, а сколько корзин у них бросают в течение месяца. Я, конечно, не могу называть конкретные цифры оборота компании. Ну, вот если просто, чтобы понять порядок сравнимый. Если оборот магазина был, допустим, 10 миллионов рублей в месяц, то брошенных корзин за тот же самый период пользователи оставляли на 40 миллионов рублей, то есть в 4 раза больше. Фактически, просто занявшись обработкой брошенных корзин, они смогли очень неплохо поднять эффективность работы своего интернет-магазина. При этом им не пришлось ничего делать с самим интернет-магазином. Это фактически активность по работе с существующими клиентами. Вы просто, я не знаю, пишите им и говорите, ребята, вот вы тут футболку хотели купить, а прямо сейчас у нас на эту футболку только для вас скидка 20%. Помогая таким образом пользователям поднимать вот эти брошенные корзины, превращать их в заказ. Я сегодня буду рассказывать про триггерную e-mail рассылку, и там как раз вот этот кейс с брошенными корзинами, его можно вообще автоматически обрабатывать. То есть вам, как владельцу магазина, даже не придется заниматься фильтрацией и какой-то ручной обработкой этих брошенных корзин. Это можно переложить на движок, это можно переложить на систему управления сайтом. Идем дальше. Ну, то есть я хочу сказать еще раз, что брошенная корзина – крайне важная вещь, про нее забывать нельзя. Битрикс управления сайтом как платформа вам эту информацию дает. Ваша задача, как владельца интернет-магазина, не забить на это дело, а все-таки заниматься этим вопросом, потому что это ваши недополученные деньги, это практически прямая опущенная выгода. Постарайтесь ее обработать. Конечно, глупо было бы ожидать, что вы сможете обработать 100% брошенных корзин и поднять выручку там в несколько раз. Но даже если вы 10-15% от этих брошенных корзин обработаете, это уже очень неплохой результат, потому что будут живые деньги, которые принесет ваш интернет-магазин. Сейчас мы перейдем, наверное, к инструментам марксинговым, то есть тем инструментам, без которых вот эти вот чудо-заказы, про которые я показывал, они в интернет-магазине могут и не появиться. Все-таки для того, чтобы интернет-магазин работал, работал хорошо, нужно понимать, как его сделать продающим, и для этого нужны инструменты, которые позволят предварительно хотя бы понять, является ли он эффективным или не является на текущий момент. Давайте сейчас мы перейдем к слайдам и начнем с такого простого понятия, как конверсия. Возможно, кто-то из вас, коллеги, не знает, что такое конверсия. Для них я, собственно, и хочу пояснить, а что же это такое. Это ключевой показатель работы интернет-магазина как инструмента продаж. Ну вот представьте, вы всеми правдами и неправдами, а на самом деле за деньги, потому что бесплатных посетителей в интернет-магазине не бывает. Это надо прямо сразу держать в голове. Вот даже в маленьком интернет-магазине бесплатных посетителей не бывает. Вы оплачиваете этих посетителей собственным временем как минимум. Если вы, например, продвигаете магазин через соцсети самостоятельно и делаете какие-то посты, анонсируете какие-то акции, рассказываете про то, какие у вас прекрасные товары, фотографии публикуете и так далее. Вам может показаться, что соцсеть вам посетителей из ваших групп приносит бесплатно, но вы просто не посчитали свое время. Оно тоже денег стоит. Когда магазин растет, уже, собственно, времени не хватает, вы начинаете кого-то нанимать, вы начинаете покупать рекламу и так далее, и так далее. Это затраты, которые вы в любом случае несете. То есть надо четко понимать, что любой человек, который пришел на ваш сайт, как бы он ни пришел, даже если он через поисковые системы по SEO-трафику пришел, он все равно на самом деле вам стоит денег. И поэтому крайне важно понимать, как много из тех людей, которые на сайт к вам пришло, стали клиентами, чтобы решить для себя, нужно что-то улучшать в интернет-магазине или так сойдет. И для этого есть показатель, который называется конверсия. Конверсия – это отношение количества заказов, совершенных клиентами, к числу тех самых посетителей, которые на сайт пришли. Ну вот пришло к нам тысяча человек, и сделали они 10 заказов. Вот из этих тысячи человек только 10 заказов. Что это означает? Что наш интернет-магазин работает с конверсией 1%. Что такое конверсия 3%? Это когда те же тысячи посетителей совершили уже 30 заказов. Ключевая разница заключается в чем? Представим, что... Ну, точнее, не представим, а для того, чтобы понять, в чем ключевое различие между этими цифрами. Это на самом деле означает, что если вы хотите, чтобы у вас на сайте появилось 30 заказов, а конверсия у вас на самом деле 1%, то для того, чтобы эти 30 заказов получить, вам нужно пригнать на сайт уже не тысячу человек, а 3000 человек. А они, как я уже говорил, денег стоят. Иными словами, чем меньше конверсия вашего интернет-магазина, тем больше денег вы тратите на привлечение трафика, тем менее эффективно вы работаете с продажами, потому что, по сути, для того, чтобы получить какой-то заданный объем продаж, позволяющий интернет-магазину держаться на плаву, вам фактически приходится вбухивать дополнительные средства в привлечение трафика. А трафик сейчас в интернете дорогой. И с каждым днем он будет становиться дороже, потому что интернет-магазинов становится больше, конкуренция растет, и все за этот трафик борются. Ну, а как они борются? По сути, они взгревают этот трафик, поднимая на него цену. Поэтому надо очень тщательно следить за конверсией всегда. Вот есть такой слайд с данными по конверсии ведущих интернет-магазинов в российской части интернета. Они разбиты по темам. Ну, вот вы видите, что, например, 14,9% конверсии у интернет-магазинов связаны с доставкой еды. То есть самые прекрасные конвертируемые магазины – это магазины, которые торгуют едой, потому что люди туда приходят уже с конкретной целью денег потратить. Им уже хочется кушать, они откладывать брошенную корзину не будут. Если уж они пришли на этот сайт, то, скорее всего, они туда закармливают. Поэтому конверсия очень высока. У остальных категорий конверсии поменьше. Если интересно, есть вот такая легенда, которая позволит разобраться, в какой категории какая конверсия, вы можете сравнить конверсию своего интернет-магазина с аналогичными топ-игроками Рунета. Для того, чтобы понять, вы хуже их работаете или лучше. При этом имейте в виду, что речь идет, как я уже сказал, про топ-магазины. То есть это развитые бизнесы, у которых много денег, они могут себе позволить и дорогой трафик в том числе. То есть вам придется конкурировать с игроками, у которых мало того, что денег много, если у них еще и конверсия выше, чем у вас, то это вообще, наверное, не очень хороший показатель. У вас конверсия должна быть лучше, чем у них, потому что только так вы сможете оставаться на плаву, не имея таких финансовых средств за бортом, скажем так. Конверсия важна. И поскольку она важна, является одним из ключевых факторов, конечно, есть еще куча других, связанных с непосредственной работой бизнеса, но мы-то сейчас говорим про отдельно взятый инструмент, который непосредственно отвечает за продажи. Если у вас бизнес работает эффективно, если вы не теряете на производстве, на логистике, на закупке, но при этом у вас плохо работает интернет-магазин, то бизнес не складывается. И наоборот, у вас может быть чудесный, эффективный интернет-магазин с конверсией 30%, хотя сложно в такую конверсию, конечно, поверить, но при этом вы закупаете дороже, чем продаете, то, конечно, развалится. То есть, когда вы оцениваете эффективность бизнеса, нужно учитывать кучу других параметров. Но если мы говорим про оценку непосредственно интернет-магазина, то можно остановиться на конверсии, как на ключевом, в общем-то, показателе эффективности его работы. И платформа дает вам, как администраторам магазина, возможность не париться с замерением конверсии, а сразу его увидеть. Для этого у нас есть инструмент, который называется пульс. Это автоматически работающий инструмент, который собирает всю информацию по вашим заказам, а к тому же он знает количество посетителей, которые захотели на ваш сайт, и автоматически рассчитывает ту самую конверсию. Причем он ее разбивает на несколько графиков, он ее разбивает даже по платформам. То есть можно посмотреть отдельную конверсию с планшетов, со смартфонов, с десктопов и прочих устройств вроде телевизоров, чтобы понять, например, ну, насколько хороша ваша адаптивная верстка. Действительно ли пользователи, которые приходят с мобильных устройств, им также удобно пользоваться магазином, показывают ли они такую же высокую конверсию. Сейчас конверсия у нас практически нулевая, потому что у нас нет ни одного полностью закрытого заказа. Но мы видим, что у нас, например, в корзину было добавлено на текущий момент, вот на момент работы интернет-магазина за тот период фильтрации, который здесь указан. А мы фильтруем с начала мая до конца июня. То есть все наши демонстрационные заказы в этот период попадают. Мы видим, что у нас оформлено заказов на полторы тысячи рублей, добавлено в корзину было побольше, но вот оплаченных заказов практически не было. Давайте изменим эту историю, вернемся в магазин, пойдем в наши заказы, найдем нашего чудесного Петра Сидорова, который много денег нам может принести и пойдем к его, собственно, оплатам. Вот он, представим, что он нам оплатил три тысячи рублей, оплатил он нам их вчера и даже есть некий номер. И оплачиваем оставшиеся три тысячи рублей, тоже он их нам оплатил вчера, тоже какой-то номер и заказ мы считаем выполнен. Возвращаемся в пульс. Смотрим, повлияло ли изменение нашего заказа на пульс конверсии. Ну, вы видите, что в целом показатель работы магазина стал прекрасным, стопроцентная конверсия, такого себе не могут даже позволить магазины по доставке пиццы, а мы себе на нашей демонстрации позволить можем. Мы видим нашу конверсию, видим сумму и количество заказов, которые участвовали в построении пульса конверсии, но главное не это, главное следить за конверсией вашего магазина, чтобы, в принципе, понимать, а в какой зоне вы находитесь. Вот этот основной индикатор, он позволяет вам, бросив один взгляд на инструмент, понять, сломал что-то в вашем магазине или нет. У вас была, например, неплохая конверсия, и вдруг вы выходите в понедельник и видите, что за прошедший период она стала плохой. Что-то происходит, может быть, где-то сайт сломался, не позволяет оформлять заказы. Такое случается. Может быть, начинает тормозить хостинг, и люди не дожидаются загрузки ваших страниц и не могут оформить заказ, не хотят его оплачивать. Или вдруг вы поменяли ценовую политику, и они вроде бы в корзинку кладут, а до оформления заказа и до оплаты не доходят. Может быть, не работает платежная система, не дает оплатить заказ, что тоже мешает клиентам. То есть вот эти все вещи, они сказываются на конверсии, вы должны за ними следить. Но для того, чтобы следить, надо их замерять. Вот мы сразу даем инструмент, который замеряет и дает вам срез, который показывает, все идет хорошо или все идет плохо. Если увидишь, что все идет хорошо, ну и прекрасно, едем на остров отдыхать. Если что-то сломалось, нужно заниматься этим вопросом, выяснять подробности, а где именно сломалось. Для этого вот такой прекрасный инструмент, как пульс конверсии. Но этого, как я уже говорил, мало. Иногда нужно правильно принимать решения, в том числе, куда денег потратить. Ну вот представьте себе ситуацию, что ваш интернет-магазин работает, и вы заработали в качестве прибыли 100 тысяч рублей. То есть вот все затраты вы покрыли, и у вас осталось на руках 100 тысяч рублей. Куда их девать? Куда их потратить? У бизнесмена, владеющего интернет-магазином, есть три варианта потратить, наверное, эти деньги. Для того, чтобы, естественно, принести пользу магазину. Мы сейчас говорим про реинвестирование. Вы можете на эти деньги купить рекламную трафику еще. Ну, то есть пригнать на сайт побольше народа. Таким образом, повлияв на рост продаж. Вы можете эти деньги потратить на то, чтобы переделать интернет-магазин и поднять ему, например, средний чек. Ну, то есть чтобы каждый посетитель, который совершает заказ, оставлял у вас чуть больше денег, чем раньше. Я сказал три варианта. Какой у нас третий вариант есть? Третий вариант. Третий вариант. Повлиять на конверсию. То есть вы можете улучшить свой сайт так, чтобы конвертация из потенциальных клиентов в клиенты, она становилась выше. Для этого, может быть, можно поменять дизайн интернет-магазина, процедуру оформления заказов, упростить как-то. Еще какие-то вещи сделать. Я не знаю, сделать мобильную верстку для того, чтобы та часть клиентов, которая к вам с мобильных устройств приходит, и ей неудобно пользоваться интернет-магазином, теперь смогла. Или перевести сайт на адаптивную верстку, как мы рекомендуем, чтобы интернет-магазин одинаково хорошо показывался на всех видах устройств. Ну, то есть есть куда деньги-то вложить, но надо понять, а где будет лучшая отдача. И для этого мы даем такой простой и понятный инструмент, который называется модель окупаемости интернет-магазина. Она базируется на ряде простых, в общем-то, факторов. Причем вот эта модель рентабельности, она рассчитывается автоматически, исходя из тех данных, которые интернет-магазин знает. А он знает вашу конверсию, он знает ваш средний чек, он знает количество заказов, и таким образом может посчитать, а что, собственно, происходит. Но фишка-то в том, что мы можем посчитать и прогноз. Представим, что у нас есть, ну, не 100, для простоты сделаем, 10 тысяч рублей, которые мы можем потратить на рекламу. И поскольку мы знаем источник этой рекламы, у которого есть определенная стоимость, мы можем знать цену за переход из этого рекламного источника. Ну, например, Яндекс.Объявление в Яндекс.Директе, мы знаем, что на каждый переход будет стоить нам 20 рублей. Хотя это, я бы сказал, дешевая цена, но, тем не менее, она сильно зависит, конечно, от предметной области. Наверное, по каким-то ключевым словам есть и такие цены за переход. Потратив 10 тысяч рублей, с ценой за переход 20 рублей, мы получаем 500 переходов на наш сайт. Теперь представим, что наша конверсия 1%, что, кстати, неплохой показатель. Что это означает? Что из тех 500 людей, которых мы на сайт за деньги пригнали, на самом деле появится только 5 заказов. Если наш средний чек – 1500 рублей, то это означает, что на этих пяти заказах наш интернет-магазин заработает 7500, и это не считая постоянных затрат, которые лежат за пределами вот этих заказов. Иными словами, при среднем чеке в 1500 рублей и конверсии в 1%, нам покупать рекламу со стоимостью 20 рублей за переход – это убыточная история. То есть мы на этом просто потеряем денег. Нет смысла вести такой бизнес. И нам нужно либо увеличивать средний чек, ну, например, до 2000 рублей, чтобы хотя бы выйти в ноль, либо все-таки позаботиться о конверсии для того, чтобы получать больше заказов при тех же рекламных затратах, чтобы, в общем-то, купить рекламные затраты в том числе. Ну, либо менять рекламный источник на более дешевый, но я сразу скажу, что, к сожалению, тенденция такова, что рекламный трафик дешевый найти будет достаточно сложно, поскольку, как я уже сказал, конкуренция высока. Клиентов ограниченное количество, а желающих залезть в их кошельки довольно много. Вам придется бороться с ними со всеми за ограниченный вот этот ресурс, и, к сожалению, это всегда приводит к повышению цены, когда спрос превышает предложение. Поэтому более эффективным, наверное, способом в тот момент, когда вы поймете, что все рекламные ресурсы для вас уже исчерпаны, то есть вы не можете находить дешевый трафик, вот в этот момент нужно сосредотачиваться на том, чтобы повышать конверсию, повышать средний чек. А какие возможности у нас есть для того, чтобы повысить эту самую конверсию, этот самый средний чек? Возвращаемся к слайду. Коллеги, кто из вас знает про B-тестирование? Я, к сожалению, наверное, ваших ответов не увижу прямо здесь, хотя давайте посмотрим, если вы напишите мне. Ну, не будем даже, наверное, вы просто для себя, а сейчас расскажу, что такое B-тестирование. А B-тестирование – это такая технология, которая позволяет аудитории вашего сайта, ну, представьте, на ваш сайт пришло там 10 тысяч человек в течение месяца. А у нас есть гипотеза, что люди будут покупать лучше, если мы вместо мелких фотографий будем им показывать вот такие здоровые, большие. Но это гипотеза. Мы не знаем, на самом деле улучшат это показатели интернет-магазина или ухудшат. Обычно меняют на большие фотографии и смотрят, стало лучше или хуже. Если стало хуже, начинают судорожно менять назад. Вот это неправильный подход. Правильный подход – это B-тестирование. Мы берем вот этих 10 тысяч человек, случайным образом система делит их, и половина аудитории показывает старый вариант с маленькими фотографиями, а половина – новый вариант с большими. И для каждого вот этого потока, для каждой половины аудитории система замеряет конверсию, чтобы в конце вы четко видели результат, что вариант B с большими фотографиями имеет конверсию, например, там 1,3%, а вариант A – 1. И как только вы внедрите вариант B, вы поднимете свою конверсию, ну пусть на чуть-чуть, но 0,3% – это на самом деле неплохо для небольшого шага, ведь можно и дальше этим делом продолжать заниматься. Эта технология доступна в интернете, и я думаю, если бы она была доступна в оффлайновых бизнесах, ну я не знаю, в каком-нибудь ресторатору, он бы душу продал бы за эту технологию. Вот он открывает новый ресторан, ему нужно придумать стиль оформления помещения, саму идею, как подать визуально. Я думаю, ему было бы прекрасно, если бы каждый заходящий посетитель в его ресторан получал на выбор либо тот, либо другой вариант дизайна, и потом бы они посмотрели, кто же из них больше заказов делает, кто больше денег приносит, и выбрали именно тот дизайн ресторана, который наиболее эффективен. Но вот для оффлайновых бизнесов так сделать не получится, по понятным причинам. А для интернет-магазина можно, это действительно работает. И сейчас мы даже проведем небольшой эксперимент. Коллеги, я попрошу вас по-честному участвовать для себя. Я буду задавать пару вопросов, а вы себе, я не знаю, на бумажке хотя бы где-то пометьте, как вы на него ответили, и потом мы сравним с тем, как было на самом деле. Почему я хочу провести такой небольшой эксперимент? Потому что, ну, мы все так или иначе предприниматели, специалисты по маркетингу, нам всем кажется, что мы знаем свою целевую аудиторию, мы знаем покупателей, которые к нам приходят, и мы можем предсказывать, что им нравится, а что им нет. И вот, к сожалению, на практике это не так. И как раз я хочу продемонстрировать это на практических кейсах. Я те же самые вопросы задавал на формулах сайта, на живых семинарах, ну, на текущий момент, наверное, в городах в 15. Мы проводили этот эксперимент, и результат был все время один и тот же. Ну, так вот, коллеги, я вам сейчас буду показывать реальные абсолютно кейсы, то есть это не придуманные какие-то картинки, это действительно существующие сайты, по которым проводилось тестирование АБ-тестов. И перед маркетологами, перед владельцами сайта стоял вопрос, какой вариант интерфейса лучше выбрать. Они приняли какое-то решение, а потом провозили АБ-тестирование и сравнивали свою гипотезу с реальным результатом. Вот теперь я предлагаю сделать то же самое вам. Вы видите два варианта одного и того же интернет-магазина. Это магазин, который торгует бытовой техникой. И ребята не могли решить, как им лучше оформить меню. Есть вариант А, в котором меню оформлено в текстном виде, то есть без картинок. Оно легкое, позволяет освободившееся место сделать покрупнее логотип интернет-магазина. Ну, читать, собственно, все умеют. То есть такой простой, без излишек, дизайн понятный. Легкий, воздушный. Вариант Б. Тот же самый интернет-магазин, те же самые категории товаров, все то же самое. Но мы дорисовываем сюда пиктограммы, поскольку понимаем, что, в общем-то, люди привыкли к картинкам. Картинки всегда понятны. Мы бросили один взгляд и видим, например, здесь, что вот эта категория – это световые приборы, например. То есть нам не надо читать, никуда идти. Мы понимаем, что если мы ткнем сюда, мы попадем в лампу и начнем выбирать себе светильники. Вот теперь, коллеги, давайте так. Поймите себе, пожалуйста, кто считает, что вариант А имеет более высокую конверсию в продаже. Просто для себя. Задача сейчас – узнать о себе что-то новое. Поэтому по-честному, если бы вам, как маркетологу, предложили выбрать более фиктивный вариант, какой бы вы выбрали? Кто проголосует за вариант А? Соответственно, остальные – это те, кто проголосует за вариант А. Поймите себе, пожалуйста, сейчас вот подумайте недолго. Все вводные я вам дал, ничего там секретного нет. Будем считать, что пометили. Идем дальше. Это сайт, тоже, опять же, реальный действующий, предназначенный для специалистов-инженеров по автокадам. Фактически, это магазин, который продавал видеокурсы, ну, вебинары и скринкасты для инженеров, которые пользуются автокадом. И у них тоже был, в общем-то, выбор, как витрину этого интернет-магазина оформить. Значит, вариант А. А ролики сопровождаются фотографиями тех людей, которые вот эти скринкасты ведут. Причем я хочу подчеркнуть, это не просто какие-то люди, которые ведут вебинар. На самом деле, вот эти вот два чувака, которые видны на скриншоте, это знаменитости. Вот все те люди, которые приходят на этот сайт с этими обучающими роликами, они вот этих вот людей знают в лицо. То есть это прям конкретный Вася Пупкин и Петя Иванов, знаменитые эксперты, к мнению которых вся тусовка вот эта прислушивается. То есть это реальные такие парни, про которых все знают из потенциальных клиентов этого сайта. Второй вариант, вариант Б. Те же самые ролики, но вместо фотографий вставляется скриншот, взятый из видеоряда этих самых роликов. То есть глядя на вот эти скриншоты, человек понимает, ну в каком ориентировочном виде будет сделан этот скринкаст, о чем он как, какими моделями сопровождается. Вот теперь вот берем паузу и вы для себя решите. Если бы вы как маркетолог должны были принимать решение, какой из этих вариантов оставить? Как вы считаете, является ли вариант А, например, более эффективным? Покажет ли он лучшую конверсию? Поймите себе, за какой вариант вы проголосуете, за А или за Б? Давайте, я подожду немножечко, вы подумайте и пометите себе. Можно долго не думать, это такой простой эксперимент, но наглядный. Будем считаться, что пометили. Третий кейс. Какой вариант лучше, А или Б? Как вот вы выберете? На самом деле, это тот же реальный кейс. Есть марка женского белья. Я, к сожалению, сейчас на вскидку не вспомню, как она называется, но если вам будет любопытно, я думаю, вы этот кейс в интернете найдете. Он очень известный, скажем так. Компания развивала свой интернет-магазин женского белья, и они занимались ОБ-тестированием для того, чтобы поднять свою конверсию. Что они сделали? Они взяли 10 моделей. Это все топ-модели, это все девушки, которые занимаются модельным бизнесом, то есть это все красавицы, там нельзя выбрать, какая из них хуже или лучше. Они взяли всех десятерых и отсняли с каждой из них полностью весь каталог, условно говоря, и разделили аудиторию на несколько частей, чтобы посмотреть, какие модели продают лучше. Оставили там, например, трех тех, которые продают лучше. Они не знают, почему именно эти девушки продают именно это белье лучше. Может быть, другое белье другие девушки продавали, но какая нам разница? Они просто взяли, вставили, посмотрели, измерили, увидели результат. Дальше они оставляют этих трех девушек, начинают одну и ту же девушку в одном и том же белье фотографировать в разных позах и оставляют фотографии только тех поз, которые показывают лучшую конверсию для данного конкретного комплекта белья и так далее, и так далее. То есть вот такими последовательными шагами, меняя фотографии, каталог товаров оставался один и тот же. Они ничего больше с ними не делали, они меняли иллюстрации к ним. Они фактически в десятки раз взрастили свою конверсию, то есть если раньше у них была конверсия там ноль чего-то там, то они дошли до конверсии более трех, по-моему, процентов, ну то есть в разы, реально в разы, они просто за счет того, что меняли иллюстрации. Но согласитесь, что навскидку визуально как маркетолог вы бы, наверное, не смогли сделать выбор между вот этими двумя фотографиями никак. Просто потому, что если в предыдущих двух вариантах еще можно про какую-то логику и здравый смысл вести речь, то здесь это просто игра в угадайку. Ну а теперь, собственно, правильные ответы. Вот варианты, которые на самом деле на практике, то есть это померено, давали лучшую конверсию, причем не просто там на одну и две десятых процента, а действительно конверсия отличалась в десятки раз. и все маркетологи, которые участвовали в этом эксперименте, ну в тех пятнадцатых городах, где я был с семинаром, сто процентов ошибались, сто процентов в двух случаях, то есть, грубо говоря, в восемьде процентов аудитории всегда голосовало за неправильный вариант. Мы, конечно, не пробивали как это, пересечения этих аудиторий, но я с большой степенью достоверности подозреваю, что даже если кто-то в игре угадайки в одном из двух случаев оказался прав, то вот в двух таких последовательных экспериментах, когда нужно было два раза подряд решение принять, на самом деле ошиблись все. Я в том числе, я тоже, когда читал эти материалы, я выбрал не те варианты, которые на самом деле приносили большую конверсию. Мне показалось, что, например, картинки в меню это хорошая идея для этого интернет-магазина, то есть я согласился с гипотезой, что с картинками конверсия будет выше и ошибся. И то же самое касалось фотографий людей. Мне казалось, что живые эксперты на фотографиях для такой ограниченной тусовки, где всех этих экспертов знают, это хорошая идея. Но вот практика показала, что идея не очень хорошая. Действительно, предугадать это, пользуясь своим знанием аудитории, ну практически нереально. То есть можно попасть, но скорее всего промажете. Поэтому без АБ-тестов, без реальной проверки вашей гипотезы, вы обречены на то, что вы будете как слепые котята куда-то там тыкаться. Может быть, вам, конечно, повезет, но если это будет последовательность шагов, когда вам нужно несколько гипотез проверить, несколько решений принять, то скорее всего рано или поздно вы серьезно накосячите. В Битрикс управление сайтом АБ-тестирование является встроенным инструментом. То есть мы даем вам возможность не заморачиваясь с техническими подробностями, проверять ваши гипотезы, замерять и получать готовый результат. Что у нас по времени у нас все шикарно, давайте я вам покажу частично, по крайней мере, как работает АБ-тестирование, по крайней мере, покажу, как оно настраивается. Значит, мы даем заранее несколько готовых сценариев АБ-тестирования, которые чаще всего нужны в интернет-магазинах. Ну, самая базовая гипотеза это когда вы хотите поменять дизайн, то есть вы хотите полностью поменять оформление вашего сайта и вы не знаете, какой вариант лучше будет, новый или старый. Вы можете провести по этому поводу АБ-тест. Вы можете сравнить разное наполнение главной страницы, оформление детальной карточки товара, ну, тот самый кейс, когда я говорил, что есть гипотеза, например, что повышение размера фотографий на конверсию позитивно повлияет. Мы берем и делаем АБ-тестирование для детальной карточки товара, половина аудитории показывает маленькой фотографии, половина большой. Давайте, собственно, попробуем что-то такое сделать, но мы, наверное, не будем трогать фотографии, потому что это уже потребует разработки, а мы попробуем подменить немножечко внешний вид детальной карточки. Значит, еще раз, что такое АБ-тест? Это когда мы говорим, что вот есть вариант А, а есть вариант Б одной и той же страницы, и нужно случайным образом выбирать посетителей, чтобы пополам их поделить на равные части, например, ну, или какую-то часть аудитории взять, и ей показывать новый вариант и сравнить конверсию. Значит, мы берем текущую страницу нашего сайта, а каталог у нас выводится на странице индекс.php в папочке каталог. Создаем аналогичную страницу для теста с вариантом В. и внесем на эту страницу изменения. То есть сейчас нам Bittrex создал точную копию существующей страницы, на которой лежит компонент управления каталогом. Ну, как я уже сказал, прям сильно глубоко мы лезть не будем, потому что кейсы с детальной карточкой товаров, он все-таки требует программирования определенного, но мы скажем, что мы хотим использовать другой шаблон для нашего варианта B. И есть такая настройка, которая называется текст кнопки купить. Вот допустим у нас есть гипотеза, что в нашем магазине будут покупать лучше, если мы на кнопке купить напишем не купить, а запашлять денег. вот такой эксперимент. Сохраняем, сохраняем здесь, сохраняем наш тест. Мы его сейчас, конечно, запустить реально не сможем по той простой причине, что у нас просто нет людей, то есть у нас нет вот этого потока аудитории, но мы по крайней мере можем посмотреть, как это будет выглядеть для посетителей. То есть вот посетители, которые попадут в первую половину людей, которым будет показываться вариант А, они собственно будут видеть ту же самую страничку, что видят посетители сейчас. Опять небольшие тормоза у нас случились на bitrixlab.ru либо это у меня интернет тормозит. Компьютер, давай, отзывайся. Мы же смотрим тест. Пока он грузится, давайте откроем второй. Ну, что такое? Вот это, коллеги, называется визит эффект. Когда что-то ломается, это обычно происходит в двух случаях. Либо когда ты сдаешь работу начальнику, либо когда ты клиенту показываешь завершенную работу. Давайте пойдем в штаны. Это у нас сейчас вариант B. жизнь в абстракции. И здесь мы видим ту самую кнопочку забашлять. А теперь та же самая страница, какие же самые штаны. Ну, вариант А. Ну, вариант А. С кнопочкой купить. То есть фактически нам не надо уже больше ничего делать для того, чтобы запустить обе-тестирование. Вот если сейчас мы погоним на этот сайт трафик, то половина из них увидит один вариант, половина другой. Мы подождем какое-то время, пока получим достоверные результаты и увидим собственно какой вариант оказался лучший и оставим его в качестве основного. То есть если мы сейчас допустим запускаем этот тест, то вот в этот момент Bittrex управление сайтом начинает нашу аудиторию приходящую делить случайным образом и каждый из них показывать отдельный вариант. А если мы зайдем уже в это тестирование после запуска, то фактически здесь мы увидим ту самую конверсию сравнительную на результатах тестирования. Мы увидим какую конверсию имеет вариант B, какую конверсию имеет вариант A, поймем на чем мы заработали больше денег и собственно решим на каком варианте остановиться. Больше ничего делать не надо. Обратите внимание, что по большому счету это решается на уровне администрирования. Единственное, где потребуется программирование скорее всего, это конечно в том случае, если вам нужно как-то значительно поменять верстку вариантов или поменять дизайн, конечно здесь потребуется привлечение специалистов, которые сделают эти варианты, сделают вам шаблоны, но непосредственно провести тест вы сможете самостоятельно уже технических вопросов решать не придется. Идем дальше. Какие еще у нас есть инструменты для маркетолога? Ну, сегодня, наверное, я еще расскажу про e-mail маркетинг и про триггерные рассылки. Это уже не инструмент анализа, это уже инструмент воздействия на клиента. То есть, после того, как вы выяснили, как с ними работать, кто они, что им нравится, что им не нравится, вы можете использовать вот эту полученную базу вашу клиентскую для того, чтобы увеличить, например, повторные продажи или для того, чтобы обработать брошенные сделки, к примеру. Ну, самая простая вещь, это e-mail рассылки, где вы даете новую информацию клиентам, сообщаете об акциях, делаете какие-то специальные предложения для того, чтобы помочь им, ну, как помочь, привлечь их к интернет-магазин, чтобы они пришли и еще у вас что-то купили. И в составе битрикс управления сайтом вот этот инструмент с e-mail рассылками он уже готовый, вам не нужно пользоваться никакими дополнительными сервисами по рассылкам. Этот инструмент бесплатно входит в стоимость лицензии, фактически вы, находясь прямо в административном разделе, можете своими рассылками управлять и самое важное этот инструмент полностью интегрирован со всеми прочими инструментами битрикс управления сайтом, в том числе с интернет-магазин. Ну давайте сделаем сейчас рассылку по клиентам интернет-магазина через мастер. Мастер проведет нас по нескольким шагам. Я сейчас буду показывать достаточно быстро, не останавливаясь на подробностях, потому что e-mail маркетингу посвящен отдельный вебинар со всеми подробностями о том, как аналитика там работает, какие есть нюансы настройки, как создавать свои списки адресатов там и так далее. Отдельная тема, требующая отдельного рассмотрения. Сейчас просто быстренько пробежим по шагам, чтобы увидеть, что вообще такой инструмент есть и какие особенности у него существуют. Сделаем рассылочку старой клиенты, не будем выводить подписку в публичной части, то есть это рассылка ровно та, которую мы сами отправляем. Дальше мы должны выбрать адресатов. Для этого мы создаем несколько групп по разным совершенно критериям. Есть возможность, например, в качестве групп адресатов сделать тех клиентов, которые купили определенный товар. Это потребует небольшого программирования, но зато потом вы сможете этой готовой группой клиентов пользоваться, создавая свои рассылки уже в качестве администратора на одних только настройках. Назовем ее клиенты. Вот здесь нам предлагают несколько источников для формирования групп. Сюда можно добавлять свои источники, как я сказал. Это могут быть, например, покупатели определенных товаров. Мы, допустим, сейчас выберем магазин покупателя, добавим фильтр. Ну, произошла какая-то ошибка с подсчета. Не будем забывать, что мы сейчас все-таки на демонстрационной площадке все это делаем. Скорее всего, рассылки здесь, в принципе, отключены, потому что, конечно же, никто не даст спамить через демонстрационной площадке, в которой три часа живут. Сейчас это, наверное, нам не важно. Будем считать, что все прошло нормально. Мы выбрали в качестве получателя рассылки группу, точнее, создали мы ее, назвали мы ее клиенты. Сейчас там два человека. Кстати, говоря, он правильно на самом деле посчитал количество получателей. Можно из рассылки какие-то группы исключать. Например, мы хотим сделать рассылку всем тем, кто покупали штаны, но при этом не покупали носки. Мы одну группу в рассылку включаем как получатели, а другую исключаем. Переходим на следующий шаг. Здесь уже мы занимаемся непосредственно созданием выпуска, то есть формированием письма. Здесь есть готовые шаблоны. Вы можете в дальнейшем настроить шаблоны под себя и своей библиотеки их выбирать. Ну, мы сейчас выберем какой-нибудь. тема письма. Формируем от кого оно должно прийти. Ну, обычно это, конечно, ваш официальный email-адрес, поскольку наверняка вам будут писать в ответ. Вот шаблон готовый, который построен в виде блочного редактора. Такого вы можете блоки накидывать сами. Ну, например, возьмем сейчас какой-нибудь группу картинок сюда воткнем. Соответственно, можно эти картиночки отредактировать, вставить свои. Ну, сейчас прямо с дизайном заморачиваться не будем. Представим, что мы все это дело сформировали, текст отредактировали. Обратите внимание, что это все красочно очень в HTML. Именно так ваши получатели будут видеть эти письма. Все очень удобно. Переходим к следующему шагу. То есть мы сформировали письмо. Можно сделать рассылку по расписанию. Ну, я сейчас предпочту отправить вручную, расписание нам не нужно никакого-то. Сохранить и выполнить. Выполнить, конечно, сейчас не получится, потому что мы расписание не задали. Сейчас нам об этом система сообщит. Но сама рассылка уже готова. Мы ее сейчас увидим в списке рассылок. И даже посмотрим, кому она должна уйти. Ну, вот опять какие-то начались тормоза на Bitrix Labs. Но ничего страшного. Итак, вот у нас есть раздел все тот же самый email маркетинга. Здесь появился пункт рассылки сайта, и мы видим пункт старые клиенты. То есть та самая рассылка, которую мы сейчас сформировали, вот она. У нее есть список выпусков, пока как бы он один, который мы подготовили. И мы можем посмотреть список адресов, на которые этот выпуск должен уйти. Ну, фактически вот он у нас на двух наших пользователей и уйдет. На того самого Петра Сидорова и на Bitrix Labs. Эти адреса были получены из списка клиентов автоматически, то есть вам не нужно было их никуда копировать, выгружать в Excel, потом загружать обратно. Инструмент email маркетинга сам непосредственно из интернет магазина этот список адресов получил, сформировал. Было бы много клиентов, был бы большой список. Теперь нам остается только его отправить, что мы конечно сейчас делать непосредственно не будем, но сделать это никаких проблем не представляет. Для этого достаточно взять и нажать кнопочку отправить в списке выпуска. Можно делать, как я уже сказал, рассылку по расписанию, то есть вы можете заранее подготовить какие-то рассылки, они, например, будут раз в неделю выходить. И это не все. Прекрасная штука есть, которая называется триггерные рассылки. Что такое триггерные рассылки? Это автоматически отправляемые письма в результате произошедших на сайте каких-то событий. Ну, например, человек оформил заказ, мы ему отправляем рассылочку по этому поводу, спасибо за заказ. Или наоборот, человек сделал брошенную корзину, а заказ не оформил. Мы подождали дня три и отправили ему письмо с напоминанием, что, Вася, вот мы видим у тебя вот такая брошенная корзина, специально для тебя у нас скидка в 15%. Мы для таких триггерных рассылок, которые позволяют догонять пользователя, потому что это может быть даже не одно письмо, это может быть цепочка писем с напоминанием. Человек бросил корзину, мы ему через три дня напомнили, что у него брошенная корзина, потом через неделю, потом, например, через месяц сказать, да что ж, ты про нас совсем забыл, заказов давно не делаешь, а мы вот хотим тебе скидку в 50% предложить или какой-нибудь там подарок специальный. Вы можете эти цепочки строить сами, но мы вам предлагаем несколько готовых шаблонов, таких базовых, наиболее часто встречающих в интернет-магазин. Ну, я, конечно же, буду рассказывать про брошенную корзину, потому что я про это уже рассказывал и, на мой взгляд, это прямо такой самый очевидный кейс, который обязательно надо обрабатывать. Мы создаем рассылочку, назовем ее «Протувшие корзины», укажем, опять же, от какого адреса мы должны отсылать эти письма, переходим к следующему шагу. Так, момент, давайте вернемся. Выберем забытую корзину, пык, вот. Определим время запуска. В час ночи мы будем напоминать людям о том, что они у нас забыли что-то купить, чтобы они радостные и счастливые об этом нам, собственно, сообщили. Для нас целью этой рассылки является даже не оплата заказа, а просто хотя бы создание нового. То есть, мы будем считать, что наша триггерная рассылка достигла цели, если получатели этой рассылки вернутся на сайт и из своих забытых корзин сформируют заказ. Мы будем считать, что наша триггерная рассылка по пинанию заброшенных корзин она сработала. Условием, как вы видели, являлось наличие брошенной корзины. То есть, для того, чтобы рассылка начала работать для конкретного пользователя, это вот уже не идет речь про массовую какую-то рассылку по списку адресатов. Фактически, триггерная рассылка, она работает индивидуально при наступлении некого события. Если у пользователя есть брошенная корзина, то ему уйдет соответствующее письмо. Ну, собственно, и все. То есть, достаточно нам теперь запустить эту рассылку, когда письма пойдут. Текст письма вы формируете точно так же, как фактически я показывал в рассылке обычной. То есть, на основании шаблона вы формируете контент, можете туда всякие блоки покидать свои, вставить картиночки. Именно эти письма и будут в качестве рассылки уходить, причем уже в дальнейшем без вашего участия. Вы один раз настраиваете эту рассылку и дальше она пошла сама. Обалденная вещь. На самом деле, она действительно очень полезна именно тем, что она, во-первых, позволяет допользоваться и достойкиваться в нужный момент ключевые вопросы. Надо хорошо подумать, когда нужно к ним стучаться и с чем. Во-вторых, она снимает с вас ручную работу. То есть, вам не нужно никуда идти, не нужно добавлять список рассылок, эфирмовать, группу получателей и так далее, и так далее. Вы продумываете сценарий и дальше интернет-магазин вместо менеджера по продажам сам начинает с этими людьми общаться, предлагать им что-то. Вы в письмо можете положить содержимое брошенной корзины автоматически в виде компонента. Вы можете туда положить информацию о заказах, то есть, те вещи, которые интернет-магазин знает и без вас. Вы можете это прямо вставить в письмо, не набивая ручками, а чтобы это индивидуально вставлялось для каждого конкретного получателя. Очень интересная штука. На мой взгляд, самая интересная штука здесь с брошенными корзинами, потому что надо обязательно этим вопросом заниматься. Но на самом деле с повторными заказами та же самая история. Если вы увидите, что человек давно не заходит, не грех ему о себе напомнить какими-то специальными предложениями, информацией о баксах, не пулять под всех, под одну гребенку. Все, кто один раз хоть оставил свой e-mail у вас в интернет-магазине и предлагать им одно и то же, а постараться выделить какие-то целевые аудитории, с ними работать более точечно, более точно предлагать именно то, что им интересно. Если люди покупали у вас одежду, значит, наверное, одежду и предлагать. Если у вас магазин одежды, вы смотрите, какого рода одежду они покупали и предлагайте им похожую или то, что может быть в комплекте. Они просто всем подряд сообщают о том, что у вас появились новые подгузники, хотя народ у вас покупает штаны и ботинки. Инструменты битрикс управления сайтом для e-mail марксинг, они такую возможность дают, просто ей надо аккуратно пользоваться. Коллеги, наверное, это все, что я сегодня вам расскажу и покажу. У нас, конечно, еще остался вопрос работы с CRM, но это, наверное, потребует времени, такая большая, большая тема, и скорее ее надо смотреть более глубоко на специальных вебинарах. Я думаю, вы получите информацию о том, когда такие вебинары проходят. Очень рекомендуется посмотреть на битрикс24 CRM, потому что даже в разрезе интернет-магазина это крайне полезная штука. Ну, давайте такой простой пример приведу, почему интернет-магазина недостаточно для того, чтобы действительно управлять продажами. А комп знает интернет-магазин. Интернет-магазин знает о тех клиентах, которые ну, либо совершили заказы, либо начали оформлять какую-то, собирать какую-то корзину. Но интернет-магазин не знает, а значит, вы не сможете работать с людьми, которые просто поинтересовались и, например, просто вам позвонили, чтобы выяснить, а работаете ли вы по субботам. Вот представьте, клиенты звонят вам, где спрашивают, а вот такие-то штаны у вас скоро будут? Вы говорите, да, на следующей неделе ожидаем привоз. Окей, человек положил трубку и пропал. Вы до него достучаться уже в дальнейшем не сможете. И интернет-магазин про этот звонок и про этого потенциального клиента тоже ничего не знает. Поэтому вот этот email-маркетинг, триггерные рассылки и прочие маркетинговые инструменты, которые дает интернет-магазин непосредственно, они дают вам возможность работать только с существующими фактически клиентами. Ну, может быть, чуть больше, чем бухгалтерия. Если мы его сравним, например, интернет-магазин и бухгалтерию, бухгалтерия вообще знает только контрагентов, которые вам денег дали. Она, например, не знает про тех потенциальных клиентов, которые брошенные корзины на вашем сайте завели, потому что нет плодежа, информация в 1С-ку не попала. Соответственно, из 1С-ки вы достучаться до этих людей не сможете. Интернет-магазин пошире. Он может достучаться до тех людей, которые вам деньги дали, потому что вы видите статус заказа, и может достучаться до тех людей, которые деньги еще не дали, но уже зарегистрировались на сайте. Но для того, чтобы бизнес работал эффективнее, нужно уметь работать с теми, кто даже еще не дошел до оформления корзины. И вот тут-то возникает необходимость в CRM, которая собирает потенциальные заявки по всем каналам коммуникации, не только в онлайне, но и со звонков, с онлайн-чатов, с социальных сетей, по e-mail вам будут писать письма, эти письма никак в интернет-магазин не попадут, а в CRM они попасть смогут. Давайте прям несколько минут я отниму у коллеги нашего Андрея Хохловского, который будет после меня рассказывать вам про интернет-магазин и коротко покажу, что такое все-таки CRM. CRM Bittrex 24. Галопом по Европам сразу предупрежу, возможно, восприязь это будет не очень удобно в силу скорости, потому что инструмент очень большой, он требует определенной настройки в том числе и изменения политики работы с продажами. Но, тем не менее, в CRM есть такая штука, которая называется лиды. Это потенциальные заявки от потенциальных клиентов, которые действительно вам еще ничего не дали. Что такое лид? Это, например, звонок, который пришел в вашу компанию в нерабочее время. Вы представьте, что у вас есть автоответчик, на него кто-то позвонил, вы даже на него не ответили. Но сам факт звонка и номер, с которого звонок происходил, и может быть, даже запись на автоответчике, вы не должны потерять, вы должны на следующий день туда перезвонить. Вот для этого нужна CRM, чтобы не потерять эти входящие заявки. вы подключаете к Bitrix24 CRM телефонию, и все звонки фиксируются как факт в CRM в виде лида. То есть, любой звонок с неизвестного номера, он создаст вот такой вот лид. даже вот видно, например, что кто-то позвонил с номера такого-то, и у меня здесь создался лид. Естественно, я не знаю, никак этого человека зовут, пока я с ним не поговорил. Этой информации у меня нет, но сам номер-то не потерялся. У меня есть возможность перезвонить, выяснить, о чем шла речь, проконсультировать, допродать что-то. По крайней мере, узнать, кто это был, чтобы такую информацию иметь, чтобы в дальнейшем, может быть, делать какую-то смс-рассылку с разрешения этих клиентов, что да, сейчас мы вам эти штаны не можем предоставить, потому что у нас их нет, но если вы разрешите, мы вам через неделю пришлем смс-ку о поступлении товара на склад, чтобы вы могли зайти и купить уже в интернет-магазине. Если нормально с людьми общаться и отвечать на те вопросы, которых действительно интересуют, такое разрешение получить несложно, скажем так. Если бы звонок, ну, в данном случае как бы мы просто зафиксировали факт звонка, но здесь могла бы быть и запись разговора с автоответчика, например. То есть фактически вы пришли утром на работу, прослушали запись, вы знаете, о чем уже говорите этими людьми. Эта информация не потерялась, вот для чего нужна CRM в первую очередь, чтобы вы не теряли входящие заявки. В виде таких же лидов сюда бы попадали контакты людей, которые пишут вам через социальные сети. У вас есть группа в Фейсбуке, у вас есть группа в ВКонтакте, у вас есть канал в Вайбере, в Телеграме и так далее. Вы их всех подключаете к BITREX24 CRM. Это сделать достаточно легко и не требует программирования. Вы их всех подключаете и люди, которые вам будут писать через эти группы и через эти каналы, их переписка и факты этой переписки будет собираться, аккумулироваться автоматически в CRM в виде лидов. Вы, по сути, собираете базу потенциальных клиентов, работая с которым в дальнейшем вы что-то им продаете. Для чего это нужно? Вы таким образом влияете на ту самую конверсию. Ваш интернет-магазин начинает продавать лучше, потому что вы допродаете тем, кто пришли в интернет-магазин и ушли, не совершив никаких покупок. Это те люди, за которых вы заплатили денег, про что я говорил с самого начала, но которым не смогли по каким-то причинам продать. Если вы мало того, что не смогли им продать, вы их еще и не смогли зарегистрировать у себя, то есть вы вообще этих людей не знаете, то вы и сделать с ними ничего не сможете. Вы денег дали, и эти люди превратились в дым, они ушли от вас. Если вы не будете продажи строить так, чтобы вот эти входящие заявки потенциальные не терялись, откуда бы они не пришли, с допродажами будет сложно, дорого и тяжело. Вот CRM нужна для того, чтобы допродавать, для того, чтобы вы вот эти лиды потенциальные, ну вот, допустим, пришел у нас входящий звонок, вы с ним пообщались, ой, пардон, можно, кстати, отсюда прямо позвонить, если телефон не подключен. Вы с ним пообщались, он готов купить, вы такие, окей, сконвертировали этот лид в сделку и контакт, то есть клиент уже известен, вы знаете, что это Вася Пупкин, что у него телефон такой-то, что купить он хочет штаны резиновые там и так далее, и так далее. И дальше в эту сделку ведете по воронке до того момента, пока продажа не закончится, то есть Ваша задача провести сделку, довести ее до конца, до получения денег. Сначала она была в обработке, потом, когда вы уже договорились о том, какие именно штаны человек хочет купить, вы переводите статус сделки на исполнение, передав ответственность, например, на склад, который занимается упаковкой для дальнейшей доставки, потом вы передали куда-нибудь, например, там, я не знаю, в службу доставки, и вы это отслеживаете, если клиент вам сейчас позвонит и спросит, а что там с моим заказом-то? Мало того, что система опознает этого клиента и сразу его направит на вас, она покажет, что с ним заключена сделка такая-то, и она в статусе таком-то, вы скажете, да, мы уже отправили в службу доставки, и вам должны доставить его через два дня. Счастливый клиент пошел ждать дальше там свой холодильник. И когда вы уже получили деньги, вы закрываете эту самую сделку, ну, чтобы фактически получить отчет по той же самой конверсии, но уже не на уровне интернет-магазина, а внутри CRM. Причем, можно настроить обмен между битрикс-управлением сайтом, между интернет-магазином и CRM автоматически, чтобы заказы интернет-магазина в виде сделок попадали в CRM-ку, вы тогда будете сидеть в битрикс-24 CRM и управлять и интернет-магазином, и оффлайнами какими-то точками, если у вас есть торговые точки, где вы тоже самое продаете, и вашим колл-центром, потому что вы можете телефонию завязать на эту CRM, вы фактически по телефону будете осуществлять продажи, и они не пройдут мимо вас, они останутся в системе, вы будете видеть, как с клиентом общаются, насколько успешно менеджеры по продажам двигают эти сделки, как они их уговаривают, всегда можете послушать запись разговора, помочь своим менеджерам продавать лучше, проконтролировать их, и в случае конфликтов, если клиент начинает утверждать, что он договаривался о чем-то не том, вы не то привезли, у вас всегда есть в качестве доказательства запись разговора, где четко озвучено, что вы ему обещали штаны полосатые, полосатые штаны привезли. Это очень важный инструмент, он большой, его, конечно, потребуется осваивать и внедрять, но без него сейчас, наверное, уже говорить об эффективном бизнесе, связанном с продажами, не приходится. Без CRM, наверное, сейчас жить нельзя. Ну, давайте вернемся к интернет-магазинам, потому что про CRM можно днями рассказывать, про BITREX 24, небольшой инструмент. Кстати, забыл сказать про аналитику веб-рассылок. Значит, если мы вернемся к e-mail-маркетингу, после того, как вы сделали рассылку, BITREX вам расскажет о том, насколько она была успешная. Поскольку мы рассылку не делали, показываю скриншот, но суть ее в том, что мы сделали рассылку, отправили 2200 писем, например, из них было просчитано столько-то, обратных переходов на сайт было сделано столько-то, и отписаться захотел 33 человека. То есть по этим показателям вы можете понять, правильно вы делаете рассылку или не очень, стоит ли так продолжать в том же духе или надо что-то улучшить. Это встроенный, как я уже сказал, инструмент, то есть это то, что вы получаете в коробке прямо в виде продукта, вам не нужно никакой дополнительный сервис подключать. Все эти инструменты у вас есть, как у владельца интернет-магазин. А теперь перейдем к практическим кейсам уже про то, как действительно интернет-магазины работают и пригласим Андрея Хакловского, как я уже сказал, управляющего партнера интернет-маркетингового агентства First Top. Давайте передадим слово ему. Момент. Андрей. Андрей, я сделал вас ведущим и включил ваш микрофон. Слышно ли меня? Сергей, слышно? А меня слышно? Вас слышно. Значит, все вас тоже слышат? Приступайте. Сергей, спасибо большое. Интересно, рассказываете вообще. Прям заслушался, если честно. Вот. Так что так. Всем, друзья, добрый день. Значит, еще раз, меня зовут Андрей Хохловский. Я буду сегодня вам рассказывать, как сделать так, чтобы интернет-магазин продавал. Притом, буду стараться рассказывать это все на реальных кейсах, я прошел, прошли наши клиенты. Соответственно, максимум практики, минимум теории постараюсь вам передать. Так вот. Значит, кратко о себе. я руковожу студией First Top. Значит, интернет-маркетинге уже с 2001 года. Автор книги, консультировал стартапы. В общем, много чего делал. На своей практике увидел, я не знаю, там, наверное, уже сотни разных историй, когда разрабатывался проект, интернет-проект, запускался, запускалась реклама и выводился на какой-то успешный уровень и продолжал, так сказать, существовать. Есть проекты, которым уже там больше 10 лет идут со мной от начала до конца. Вот. Так, переходим к делу, так скажем. Значит, технология, по которой идет разработка интернет-магазина, я думаю, она, в принципе, довольно-таки стандартная, всем известная и примерно понятная. То есть, идет сначала первый этап, это идет исследование-аналитика, дальше прототипирование, дизайн, верстка, программирование, контроль качества, запуск и продвижение. На каждом вот из этих всех этапов, по сути, ну, кроме, может быть, там, запуска, должны быть свои фишки продающие, продающие элементы. Вот. Я постараюсь пройтись по каждому этапу и на каждом этапе рассказать, что именно мы учитываем, что именно мы обязательно закладываем для того, чтобы в будущем этот интернет-магазин обязательно продавал. Так вот, приступаем к первому этапу, это исследование и аналитика. Довольно-таки, на самом деле, довольно-таки важный этап, в чем его важность? В том, что часто к нему многие подходят, в принципе, практически, скажем так, не заморачиваясь, то есть берут, например, какой-то готовый интернет-магазин, его копируют и, соответственно, не задумываются о том, что в будущем, как это будет работать. При этом, я хочу сказать, это, по сути, является фундаментом для всего будущего проекта, то есть, если вы здесь какие-то вещи не учли, то потом это поправить довольно-таки уже может быть сложно. Мы, я буду говорить, как мы это делаем, кратко, и показывать примеры отчетов или документов, как мы это все формализуем. На самом деле, как минимум, мы проводим здесь 4 таких анализа, делаем 4 документа и анализа, которые мы дальше потом используем в процессе всей разработки интернет-магазина и дальше дальнейшего запуска. Первое – это анализ и выделение целевой аудитории. Это происходит за счет чего? Это, конечно, является опросом клиента, это у нас есть брифы, анализ семантики и так далее. То есть, это такой комплексный вопрос, в котором могу сказать, что очень часто даже те клиенты, которые занимаются уже бизнесом по 10 лет, могут очень основательно ошибаться. Почему они ошибаются? Потому что первый момент, который они пытаются транслировать, если, например, интернет-магазин только запускается, часто они пытаются опираться на оффлайн. Например, могу сказать такой был кейс, когда компания, например, производитель чего-то говорит, что у нас вообще нет конкуренции, в принципе, мы единственные производители в России, поэтому мы там вообще не переживаем, мы будем продавать, мы будем интернет на первом месте. Они не учитывают, что весь интернет уже заполнен их посредниками, которые перепродают эту продукцию. Или, например, у нас была такая история, когда, например, идет продажа услуг по обслуживанию, например, компьютеров, и все думают, что целевая аудитория это люди, которые технически подкованы. На самом деле, это не так часто оказывалось, то есть, это оказывались иногда первые, кто вступает в контакт с такими компаниями, это могут быть девушки, которые вообще не разбираются ни в чем, и поэтому на сайте, при том, что услуга относительно сложная технически, это компьютерное обслуживание, умных слов лучше практически не использовать. Вторую вещь, которую мы делаем, это сравнение, проводим сравнение с конкурентами. Очень классная штука. Буду показывать на примере документов, да, то есть, например, это вот пример документа, то есть, чтобы, когда видишь шаблон, сразу понятно, примерно, как это использовать. То есть, это пример документа, как мы проводим анализ конкурентов, то есть, мы берем, собираем, там, в зависимости от конкуренции и так далее, 30-50 конкурентных сайтов, выписываем вещи, которые мы уже поняли, что необходимы для нашей целевой аудитории, и смотрим, на каких сайтах это есть, на каких нету. Соответственно, зеленым отмечаем то, что есть, красным то, что нету. В итоге получается такая таблица, на которой, в принципе, если вы сделаете, ваш сайт будет весь зеленый, то вы будете автоматически лучше всех других сайтов. Это второй такой документ, который мы делаем и сравниваем с конкурентами. Третий документ это закрытие болей, то есть, мы, когда составляем, когда анализируем целевую аудиторию, мы также пытаемся выяснить все боли, которые есть потенциально у наших потенциальных клиентов. Боли могут быть очень разные, могу сказать, боли практически абсолютно есть у всех, это, например, доверие. Эту боль мы можем закрывать очень по-разному, это лучше закрывать какими-то фактами, какими-то данными, например, как мы делали для одной юридической компании, для, что у них на сайте прямо выводилось видео из офиса, где было видно, что компания, например, работает, что там есть жилые сотрудники. Потом, например, мы делали то, что было видно, что выкладывали какие-то копии документов, дальше выкладывали цифры, очень много цифр выкладывается. Например, даже вплоть до того делаются такие вещи, например, когда указывается, где находится компания, выкладываются фотографии, как проекте до офиса, при том, эти фотографии обновлялись два раза в год, они были летние и зимние, чтобы было видно, то есть актуальность, когда заходишь летом и видишь зимние фотографии, это странно, и наоборот. То есть все эти вещи, это вопросы доверия. Могу сказать, что в принципе, что касается интерн-магазинов, то здесь есть два момента. То есть бывают интерн-магазины, где конкуренция довольно-таки высока и очень важно закрывать эти боли, а бывают интерн-магазины, в которых конкуренция происходит практически только за счет цены. То есть боли не так значительны. Например, если вы продаете айфоны, то понятно, что главная идея, то у людей купить самый дешевый айфон. И им не так важно, что вы там на рынке столько-то лет, или что вы там еще что-то, или что у вас там есть, не знаю, те же самые сотрудники в офисе. Им главное, чтобы вы могли предоставить имей, который они пробьют по сайту Apple, и дальше вы привезете этот айфон максимально быстро. По большому счету у них две боли, которые, конечно, тоже надо закрывать. И я могу сказать, что в будущем можно убедиться в том, что многие магазины даже этого не делают. Поэтому здесь мы рассматриваем пример сайта, который продает стройматериалы, и здесь боли у потенциальных клиентов довольно-таки много. То есть это есть доверие, это есть, например, давайте посмотрим, как мы, то есть мы все вот эти боли формируем в такую майндмэп, то есть это не обязательно именно такой бюджетный должен быть документ, но один из видов документа, который мы используем. На майндмэпе очень видно и наглядно формируются эти боли, и видно, как мы их закрываем. То есть, например, то же самое вот доверие компании, о которой я говорил, вот оно здесь. То есть есть, например, доверие дальше мы уже делим на, так сказать, под боли, да, вот, и здесь мы с помощью клиента получаем те данные, которые мы можем предоставить, чтобы клиент меньше сомневался. То есть у нас там выкладываются ГОСТ, сканы документов, как я говорил, пишем на рынке, сколько есть подтверждающие документы, стараемся все цифры подтверждать. то есть это вот в таком вот виде мы получаем такой документ. Так, и дальше четвертый документ, который мы делаем, это мы делаем, проводим анализ трафика и стратегию продвижения составляем. Что это такое? То есть, есть у нас, мы делим все наши услуги или товары, неважно что, на направление. Дальше мы планируем, какая будет использоваться платформа и какие каналы будут, а также какие каналы будут для данного направления. То есть, например, вот у нас есть направление 1, что будет создание посадочной страницы, например, на интернет-магазине делается. И дальше, какие каналы используются для привлечения. Также мы делаем предварительный прогноз. То есть, мы уже все это в разбивке на каждый месяц. То есть, месяц 1 у нас разработка идет, месяц 2 у нас идет запуск вот этих каналов, месяц 3 идет по ним аналитика, аналитика и так далее. То есть, по большому счету, еще раз я повторю, значит, получается, у нас есть 4 документа, которых мы делаем. Это первое, это анализ выделения целевой аудитории, крайне важный документ. Второе, это сравнение с конкурентами. Сравнение с конкурентами довольно-таки затратная штука, потому что, по большому счету, надо отсмотреть, я не знаю, часто порой там сотни сайтов, и при том их довольно-таки внимательно посмотреть, но зато вы сразу выходите на уровень лучше, чем все они. Третье, это закрытие болей, и, соответственно, составление этих болей и закрытие этих болей. Четвертое, это анализ трафика и страйки продвижения. То есть, по большому счету, вы по этой стратегии уже будете дальше работать. Вот, теперь переходим уже к конкретному кейсу. То есть, например, это интернет-магазин продуктов 1С. Это уже конкретный кейс, то есть, это сайт компании, в которой мы как раз проводили такие анализы того всего, что я говорил, и попытались учесть на их сайте. То есть, если посмотреть, какая у них целевая аудитория, то это бухгалтера и владельцы среднего и малого бизнеса. Их потребность как раз заключается в том, чтобы купить. Две вещи бывают. либо просто купить коробку, либо купить коробку и найти того, кто это все внедрит, что-то там подкрутит, подавтоматизирует и так далее. То есть, по большому счету, у них вот такие потребности. При этом, они очень… Какие у них боли? Они боятся очень… Ну, боятся такое слово. Не очень хорошо. Ну, на самом деле боятся. Они боятся купить более дорогую коробку. Они не хотят переплатить, потому что они боятся купить коробку, которая будет иметь больше функционал или наоборот, не иметь функционал, который им потребуется. Вот. Следующий момент, найти того, кто им установит, и это будет сделано нормально, качественно и так далее. И они хотят получить максимальное описание, получить максимальную информацию о данной коробке. То есть, вот их, в принципе, боли. То есть, если у аудитории, то, опять же, еще раз, это бухгалтера и владельцы, и, соответственно, у них, по большому счету, у тех и у тех немножко разные подходы. Если мы говорим про бухгалтеров, то у них задача купить эту коробку максимально быстро. Они, бухгалтера, часто вообще знают номер этой редакции, конфигурации, если правильно называть, они знают четко ее название, и поэтому мы сделали на сайте быстрый поиск по этим коробкам. То есть, поиск работает не только, если вы наберете правильное название, поиск работает вплоть до того, что если вы наберете номер конфигурации, он тоже сразу найдет эту коробку. То есть, мы таким образом, и вообще, поиск по сайту таким образом дает возможность находить эти коробки быстро. Здесь он очень простой. Как бы у Нивили, в принципе, всегда найдете эту коробку. То есть, по большому счету, мы закрываем боль быстрого поиска. Следующий момент – это уже удобная структура должна быть по сайту. Вот эта структура, которая здесь сделана, она сделана следующим образом. Она построена следующим образом, что мы берем… То есть это не просто мы интуитивно думаем, как бы нам сделать поудобнее. Вот эта структура сайта разрабатывается на основе, на самом деле, WordStata. То есть мы знаем, какие слова набирают чаще, и, соответственно, их используем. То есть мы знаем, что люди ищут в разрезе по услугам и в разрезе по видам программ. Соответственно, на основе вот этих вот вещей у нас составляется меню. Очень важная штука, и я вам рекомендую ее использовать, потому что потом в будущем я покажу сайты, которые как делать не надо, и там часто вообще люди об этом даже не задумываются. То есть они делают меню по ощущениям своим, они думают, что, наверное, это будет им интересно, или вообще ни о чем, не знаю, как они там думают, но как-то, наверное, вообще не сильно задумываются. Поэтому я рекомендую очень, когда вы разрабатываете структуру сайта, опираться на WordStat, статистику. Следующий момент – это у нас есть на сайте подбор решения. Подбор решения – тоже очень классная штука. Это как раз для тех, кто боится перекупить, купить более дорогую коробку. И, соответственно, когда вы заходите в подбор решений, вы можете выбрать те параметры, которые вам нужны, и таким образом вам выдаст список только тех коробок, которые вам подходят. То есть таким образом, опять же, мы закрываем, видите, как я еще раз объясняю, что мы все здесь вообще на сайте, все вообще вещи нацелены на то, только чтобы закрыть боли, потребности и те, которые мы проанализировали до этого. Следующий момент – это у нас быстрое возможность, быстрое наличие корзины и бесплатной доставки, и бесплатной демонстрации. Это все сделано для того, чтобы мы могли быстро ее купить, потому что у тех же самых бухгалтеров и руководителей бизнеса есть задача купить эту коробку крайне быстро. Плюс мы, конечно, еще максимально продумали, чтобы можно было эту коробку как купить, так и… то есть мы продумали разные варианты покупки этой коробки, то есть это что можно было купить, можно было купить ее в облаке, есть бонусы, есть бесплатная демоверсия и так далее. Вот. Важный момент – это то, что у нас под каждую коробку, под каждую услугу идет отдельная страница. И на самом деле вот эти вещи сейчас рассказываю, возможно, что вы уже об этом, возможно, где-то сталкиваетесь, где-то читали и так далее, но самое будет интересное то, что мы сейчас, когда перейдем, так сказать, к вопросу, как делать не надо. Как мы это… когда мы делали этот сайт, мы набрали вот фразу «купить 1С бухгалтерии базы». Смотрите, видите, тут три, то есть в директе максимально забиты, можно сказать, рекламное объявление максимально забиты, да. Дальше справа есть приложение на Яндекс.Маркете. По сути, если посмотреть эту страницу Яндекса, то результаты выдачи поисковой показываются только уже… то есть виден только один результат выдачи. То есть, по сути, все в рекламе. Вот. Стоимость… обратите внимание, сколько здесь стоит клик. То есть стоимость клика от, по сути, 300 рублей до 700 рублей. То есть за один клик люди вот здесь вот отдают 700 рублей, то есть чтобы им перешли и кликнули. И теперь мы просто берем и открываем те сайты, которые есть. Вот, например, Аксиома. Он находится в директе, в спецразмещении, если я не ошибаюсь. Это вот как раз пример сайта, который получает клики по такой стоимости. И что мы тут видим? По сути, вот насчет тех закрытий боли, которые я говорил. Есть ли тут возможность быстро купить? Вы видите, что здесь нет никакой корзины. То есть корзина, она где-то есть, на самом деле ее надо найти. Я ее вообще очень не быстро нашел. Она есть там на какой-то вкладке и так далее. То есть возможность купить тут практически, быстро купить практически отсутствует. Опять же, есть ли описание подробно этого продукта? Нет. Есть ли возможность получить информацию и понять, что эта коробка точно подходит, и я не купил лишнее. Здесь вообще, честно говоря, даже цены нет. То есть тут вообще непонятно, что до конца продается. То есть вы понимаете, это пример того, как делать не надо. Следующий сайт, довольно-таки известная компания, думаю, многие про нее знают. Это первый бит. Здесь какая проблема? Здесь проблема в том, что продают не коробку. Я напомню, что я набирал конкретное название коробки, которую я хочу купить. Я написал купить, что я хочу. То есть по большому счету я хочу зайти попасть на страницу, где продается конкретная коробка. Пускай, может быть, кто-то хочет еще заказать услугу, я должен видеть, что они продают коробки плюс услуги. На этой странице мы видим, что идет общее описание возможностей один из бухгалтерий. Конкретно этой коробки купить я не могу. При этом сайт, ну, как видите, довольно-таки известной компании. То есть не очень понятно, как ее вообще здесь купить. Дальше переходим к следующей компании. Тоже находится спецразмещение, насколько я, если не ошибаюсь. То есть, да, здесь есть уже возможность вроде как купить, если догадаться, что надо нажать на эту корзинку, вроде как она будет положиться в корзину. Но не буду уточнять, что здесь нет невозможности подбора решения, нет возможности здесь какая-то верстка там кривая, что вообще вот эта вся возможность купить находится где-то внизу. Нет описания продукта и так далее. То есть, опять же, я хотел бы получить конкретную информацию про это. То есть я все это к чему веду? К тому, что вот так делать не надо. То есть это люди, это вот как раз компании, которые при разработке сайта не учитывали всех тех вещей, про которые мы говорили. То есть не выделяли целевую аудиторию, они вообще не заморочились. Я обращу внимание еще, кстати, про структуру. Здесь структура, как таковая, по сути, отсутствует. То есть если я хочу, например, купить другую коробку, я вообще не понимаю, как мне ее выбирать тут. То есть нету разреза по коробкам. Есть и вверху только услуги, а разреза по коробкам нету. То есть мне предлагают набор вот этих вот там 3-4-5 коробок, а я могу захотеть в другую коробку и уже перейти. Это уже невозможно, потому что они дальше предлагают только свои услуги. Про сравнение с конкурентами, естественно, люди тоже явно не учитывали. Закрытие боли не закрыли. Анализ трафика, не знаю, делали не делали, это уже их вопрос. Переходим к следующему этапу. Следующий вопрос – это прототипирование. Это довольно-таки важная часть. По сути, на этом этапе закладывается сложность и вообще масштаб сайта. На нем продумывается бизнес-логика вообще всего проекта, и она крайне важна. То есть на прототипах учитывается все, что может быть на каждой странице, и показываются все элементы, которые должны присутствовать. То есть если делается довольно-таки сложный проект, а интернет-магазин – это довольно-таки сложный проект, то я крайне рекомендую обязательно проводить этот этап как прототипирование. Конечно, если вы делаете сайт на готовом решении, то такой возможности, по сути, вы не получаете, потому что у вас нет возможности, то есть вы готовы использовать дизайн. Это вопрос лишь только, когда сайт разрабатывается с нуля. И вот я привожу пример нашего прототипа, то есть это компания, которая занимается, в качестве примера рассмотрим интернет-магазин термопанелей. То есть здесь идея в чем? В том, что довольно-таки сложный продукт в том плане, что он может быть разрезан по-разному. Это могут быть разрезаны в том плане, что товар режется как по размерам, так и по цвету, и еще там масса параметров. То есть это может быть премиум-сегмент, эконом-сегмент. Соответственно, все эти вещи на уровне разговора и нарисовать на бумажке примерную структуру практически заложить невозможно. Поэтому прототипируется весь сайт, каждая страница. Поэтому еще раз рекомендую делать обязательно прототипы. И опять же, например, все те вещи, которые мы делали на первом этапе, то есть это исследование целевой аудитории, сравнение с конкурентами и так далее, закрытие боли, анализ трафика. Анализ трафика здесь не очень, но все вот эти все три пункта, они все здесь заложены. Например, та же самая SEO-структура в левом меню заложена. То есть опять же, мы ориентируемся на то, что люди ищут, а не то, что нам кажется, нам надо им показывать, и то, что мы хотим продать. А мы показываем то, что люди хотят купить. Здесь опять же, есть товарные предложения, которые я говорил. То есть есть сразу все варианты цены, все варианты размера. Можно любой сразу положить в корзину. Есть возможность сравнения товаров. Есть товары эконом и премиум класса. И каждому товару прилагаются примеры реализованных проектов. То есть, по сути, вот здесь можно увидеть, как было до, так и после, и именно с этим товаром. То есть привычно. И все это можно быстро положить в корзину, при том, что довольно-таки такой товар непростой, но при этом можно купить через корзину. Как можно подать менеджеру, так можно подать в корзину и купить, как люди привыкли. Поэтому, если вы разрабатываете интернет-магазин, крайне важно использовать прототипы. Переходим к следующему этапу. Дизайн. Дизайн вообще, я считаю, что вообще-то настоящий хороший дизайн магазина, это тот, который сильно вообще незаметен. То есть, в принципе, он не должен отвлекать от вас от того, что вы хотите сделать на сайте. То есть, если это какой-то яркий броский дизайн, то, скорее всего, вы на нем можете просто отвлечься. Это очень частая история, когда делают, добавляют какое-то видео, интерактив, который отвлекает вас от самой сути. То есть вы забываете, зачем вы пришли. Можно за собой понаблюдать, когда попадаешь на сайт, где какая-то яркая картинка, и потом вообще забываешь, что ты вообще хотел сегодня, ну, не сегодня, а сделать вообще. То есть это очень часто, когда поражаешь спритом. Конечно, есть и плюсы у таких штук, когда, если есть задача повысить показатель, понизить показатель отказа и вовлеченность человека на сайте, то это, конечно, штука классная. Часто используется для SEO-продвижения, чтобы человек дольше задерживался на сайте. Так вот, вот пример, как я хочу сказать, хорошего дизайна. Дизайна, и дизайна не очень. То есть в чем как бы разница? Но на самом деле здесь не только вопрос дизайна, здесь вопрос структуры в том числе. Хочу, кстати, обратить внимание, все сайты, которые здесь мы показываем, как наши, так и чужие, они все взяты из рекламы, из довольно-таки, ну, из обычной спецразмещения. То есть далеко не лазили. Вот. Если мы возьмем компанию, которая слева называется Stroyberg, здесь сразу видно, на чем сделаны акценты. Сделано это за счет дизайна. То есть я слышал такое классное выражение, дизайн – это планирование внимания. Вот как раз это вот здесь про это. То есть если, можно сказать, не вглядываться, да, то видно сразу, на что взгляд падает в первую очередь. Он падает на колопродукции, он падает на картинку, которая представляет товар, он падает на кнопку «купить», положить в корзину и выбрать количество. Вот. То есть, в принципе, мы на это и хотим обращать внимание. Теперь посмотрим, если на эко-трейд, то здесь внимание вообще ни на что не падает. То есть если оно, скорее, падает, то оно полностью размазанное, и, скорее, если оно падает внимание, то, может быть, на бесплатную доставку, не знаю, наверное, у кого как. У кого-то на это зеленое меню слишком выпадающее, либо на шапку очень большую. Ну, в общем, на самом деле оно у меня размазанное и ни на чем не останавливается. Поэтому, почему так происходит? Потому что на дизайне слева нет ярких элементов, которые отвлекают. И есть только, то есть, соответственно, яркие элементы используются, их нет ярких, есть контрастные элементы, контрастные элементы используются только для того, чтобы, так сказать, внимание ваше туда приковать, куда мы хотим. Вот. Поэтому, соответственно, дизайн, еще про, если говорить про правый сайт, структура, да, то есть если мы посмотрим, то, по сути, мы попали на карточку товара, и самое главное, что мы должны увидеть, то та информация, которая есть, она находится в правом нижнем углу, потому что есть баннеры, есть большая шапка и левое меню, которое все это смещает вниз. По сути, я сюда уже попал прочитать про конкретный товар. То есть если я перешел по рекламе, я хочу прочитать про стеклобоя, а я этого вообще ничего не вижу. То есть понятно, что я могу прокрутить, но по большому счету это все должно быть сверху. То есть здесь хорошо у нас здесь срежать шапку, товар вытащить налево и убрать левое меню, либо как-то перераспределить, убрать эти баннеры, которые здесь, либо их срежать, если они хотят, то о них очень сильно заявить. То есть переструктурировать и плюс в плане дизайна уменьшить контрастность и сделать более акцентированные вещи. То есть дизайн требует точно по правому макету переработки. Дальше переходим к следующему этапу, это верстка. Верстка, да, то есть сейчас уже многие знают, что верстка должна быть по-хорошему для интернет-магазина адаптивной, кросс-браузерной. То есть это означает, что она должна подстраиваться под мобильные телефоны легко, и это должно быть легко сделать быстро заказ. Самое классное тестирование здесь, это просто вы берете с интернет-телефон и с него заказываете. Могу сказать из моего опыта, что многие компании, которые делают себе, у которых есть сайт, они никогда вообще не пробовали в принципе это делать. То есть они не пробовали зайти с телефона и попробовать у себя же купить или сделать заказ и посмотреть, через сколько им перезвонят. Очень часто это бывает показательно, когда на встрече общаешься с клиентом и пытаешься доказать что-то у них с телефона. Это просто часто невозможно сделать из-за того, что там что-то глючит, что-то не открывается. Или, например, на десктопах это работает, а когда переходишь на мобильном телефоне, то скрипты какие-то не подгружаются, не запускаются и так далее. Поэтому верстка, что мы подразумеваем под хорошей версткой, что такое плохая верстка. Для хорошей верстки это, по сути, верстка, которая позволяет вам, не напрягаясь, работать с сайтом в таком же режиме, в котором вы там привыкли. То есть по большому счету лучше продумать основные разрешения. Это десктопные разрешения, это для планшетных экранов и для мобильных телефонов. То есть, по сути, если сайт адаптируется по все эти разрешения, то будет все хорошо. То есть конверсия, скорее всего, не упадет на мобильных устройств, хотя, в принципе, она обычно всегда пониже. И дает возможность человеку работать с сайтом с любого устройства. Вот пример верстки, которые лучше так не делаются. То есть это из раздела «Как делать не надо». То есть это, опять же, на самом деле здесь сразу все. То есть тут и дизайн, который опять отвлекает нас от всего, и та же самая структура, которая не очень удобная. И, опять же, вот про верстку. То есть баннер, который поставили скидку на все 10%, по сути, из-за него едет вообще все. То есть на мобильном устройстве вы видите, что сайт… Итак, здесь мы должны занимать максимум площади, потому что площадь ограниченная, но при этом за счет этого баннера сайт сжимается и занимает, я не знаю, процентов 70-80 от площади экрана. И он не адаптируется под экран, то есть вам надо будет это все время растягивать, прижимать, разжимать. При том, что такие штуки, которые они продают, явно было бы удобно покупать с телефона. То есть рассмотреть. Я думаю, что у них там целевой аудитории довольно-таки много женщин, которые любят это делать с телефона. Ну, конечно, по-хорошему, прежде чем вообще задаваться вопросом адаптивной верстки, лучше посмотреть проценты аудитории, которая у вас в мобилье идет с мобильных телефонов. То есть часто бывает, что в некоторых тематиках она крайне, кстати, высокая. У нас есть тематики, где больше 50% уже с мобильных телефонов идут. Естественно, там адаптивный дизайн, адаптивная верстка, она вообще на первом месте стоит. То есть это уже более важная штука, чем дистопная верстка. Да, переходим к следующему этапу. Это программирование. Программирование – это вопрос, который довольно-таки технический и часто довольно-таки сложно его проверить, потому что делает программист и проконтролирует, как он сделал программирование, довольно-таки сложно. Но есть ряд вещей косвенных, которые показывают, как это было все-таки реализовано. Как минимум надо с программистом, если, например, делает это программист для вас, чтобы проговорить такие вещи, чтобы он использовал… Ну, конечно, если вы делаете на коробке битридж, скорее всего, этот вопрос будет закрыт. Но все-таки вопросы безопасности довольно-таки важны для интернет-магазина, потому что довольно-таки сложно часто получается продукт. И если у вас заражается вирусом, вы можете об этом часто долго не знать, и через некоторое время, когда вы это узнаете, сайт, например, там что-то будет удалено или какие-то получены доступы уже к нему лишние, либо какие-то вирусы рассылают рассылку. То есть, в принципе, можно… А еще самое страшное, что сайт выпадает из результата выдачи в поисковиках. То есть, по большому счету, вопросы безопасности довольно-таки важны для этого. Кстати, я рекомендую использовать битридж, потому что сайты, ну, за мою практику, сайты на платформе битридж заражались вирусами, наверное, реже, чем какие-либо другие платформы. Поэтому здесь вот самое, наверное, классное решение будет. Дальше это использование обязательно должно быть оптимизировано, все это дело под SEO-продвижение в будущем. И обязательно должно быть проведено тестирование. Мы часто как делаем, это делаем кросс-тестирование, то есть, один программист пишет, другой мы показываем, и он комментирует. То есть, чтобы у нас получалась картинка, так сказать, с двух сторон, что мы какой продукт получаем в плане технического исполнения. Следующий вопрос, да, то есть, как раз программирование, как может быть использовано для привлечения и повышения продаж интернет-магазина, это вот использование дополнительных каких-то вещей, которые могут лучше продавать. Например, для компании «Полёт», которая занимается продажей часов наручных, мы разработали возможность разработки индивидуального дизайна часов. То есть, это можно прямо на сайте выбрать логотип, который мы хотим разместить на часах, и сформировать полностью, как это будет выглядеть. Этот вопрос решался исключительно за счет программирования. Он, естественно, в какой-то мере повышает конверсию, то есть, привлекает дополнительное внимание, люди любят баловаться, эту штуку сразу отправляется в производство и, по сути, разрабатывается уже. То есть, файл готовый для производства отправляется, как я сказал, файл готовый для того, чтобы использовать на производстве, отправляется сразу к ним. И можно сразу делать часы со своей символикой, притом любой. Дальше, следующий этап – это контроль качества и запуск. Вот как мы осуществляем контроль качества, я рекомендую, и вам я советую. То есть, контроль качества мы используем обычно три вещи, которые делаем. Это первое у нас веб-тестирование, техническое тестирование и тестирование нагрузки при посещаемости. Что такое веб-тестирование? Веб-тестирование, по сути, это когда вы проходите весь сайт и прокликиваете его весь. Могу сказать, что 95% случаев, не знаю, наверное, каком, сложно сказать, какая статистика, ну, крайне высоким процент случаев, когда сайты не проверяют после того, как их разработали. И обнаруживается очень часто, что что-то не работает, притом часто это могут быть контакты и так далее. То есть, это, наверное, вообще прям крайне важный этап. Просто почему? Потому что люди уже часто, когда разрабатывают магазин, они уже в конце устают, и они уже не хотят ничего тестировать, потому что они уже замучились исправлять все эти ошибки. И вот эти финальные этапы, они уже хотят быстрее закончить и пропустить. Прям вот возьмите всю свою силу воли в кулак и обязательно проведите этот этап. Следующий этап – это техническое тестирование. То есть, это можно проводить с помощью монитора качества. Я думаю, что многие знают, поскольку слушали про этот продукт. Да, это получается, Bittrex сам показывает, где какие ошибки, их по-хорошему лучше исправить. Таким образом, вы уже, так сказать, обезопасиваете себя в плане того, что Bittrex сам себя проверил. И поскольку мы говорим про интернет-магазины, то интернет-магазины часто имеют довольно-таки высокую посещаемость, особенно зависит от тематики, что именно вы продаете. Если это высокопопулярные тематики, то крайне важно, чтобы ваш интернет-магазин был устойчив к нагрузкам. Есть масса сервисов, которые позволяют это сделать. Например, мы используем Load Impact – это сервис, который… Здесь есть две, так сказать, две линии. На графике есть два вида точек – синие и зеленые. Синие – это количество посетителей, которые находятся в моменте на сайте. И зеленое – это время открытия сайта. То есть, видно, что при повышении посещаемости сайт сначала начал… Время открытия сайта увеличивалось почти до 8 секунд. С правой зелененькими видно – это время открытия сколько. А слева синенькие цифры – это видно, сколько человек находилось в моменте. То есть, в принципе, сайт… Довольно-таки стандартный график. При увеличении посещаемости сайта сначала начинает просаживаться по времени открытия, а потом постепенно выравнивается. То есть, постепенно он вышел на уровень в 6 секунд, точнее, даже где-то в 5 секунд. И, в принципе, для того сайта, потому что это очень большая длинная страница, это было как бы… это окей. Хотя, конечно, желательно, чтобы время было меньше секунд уж точно. То есть, по большому счету, вы можете проверить таким образом, что ваш сайт нормально работает при любой относительной… Ну, как при любой… да, при посещаемости больше 20 пользователей в моменте, которые что-то на нем еще делают. Так, и дальше следующий вопрос – это вопрос продвижения. В рамках этого вебинара мы об этом говорить уже не будем. Вопрос крайне важный, да, потому что, по сути, сделав интернет-магазин, его надо еще запустить, запустить на него рекламу, чтобы сайт, так сказать, в итоге приносил прибыль, да. Ну, здесь мы постарались рассмотреть все те основные моменты, которые мы учитываем именно в разработке, и эти моменты все появились, как я говорил, на практическом опыте. То есть, мы, общаясь со всеми клиентами, выявляли, так сказать, все слабые места и, естественно, старались использовать все вот эти штуки туда закладывать в производство, чтобы дальше следующий фон, каждый интернет-магазин был лучше. Кратко о компании. Да, у нас там уже больше… вот, даже здесь написано цифра конкретно, больше 500 проектов, больше 80 клиентов, больше 100 систем, которые мы внедрили по продвижению сайта, все это действительно так, и мы, думаю, дальше будем только еще больше развиваться и повышать. Если какие-то будут вопросы, такого плана, как можете к нам обращаться, тут мои контакты, можете писать на e-mail, если какие-то надо выслать документы, я могу все это отправить. В принципе, все. Сергей? Спасибо. А вот надо было контакты оставить. А, контакты оставили. Да, ну, вот. Контакты – дело важное. Сейчас все сидят с фотоаппаратами, я надеюсь, и не теряю такую возможность. Коллеги, спасибо за то, что были с нами так долго, мы даже в два часа не уложились, точнее, почти уложились, учетом, что чуть позже начали. Я понимаю, как сложно два часа слушать с неослабевающим вниманием чьи-то рассказы, пусть даже сопровождающиеся движущимися картинками, но тем не менее. Спасибо, что были с вами. Вопросы я поотвечал персонально через чатик, пока Андрей рассказывал про то, как нужно делать сайты. Таких вот общих вопросов, чтобы озвучивать их всем, я среди задных вопросов не увидел, поэтому, наверное, мы сейчас этот этап пропустим. Ну, у вас будет возможность, если какие-то вопросы появятся, когда вы уже подумаете внимательно над всем, прийти с этими вопросами на наши следующие вебинары, в том числе на третий вебинар, который посвящен интернет-магазинам. Смотрите, следите за расписанием на сайте 1sbitrix.ru. Все мероприятия анонсируются там. Записывайтесь, не пропустите. Всего вам хорошего, коллеги. До свидания. Андрей, спасибо еще раз. Спасибо всем, да, до свидания. Пока-пока.